Всем привет! Несколько дней назад мы вам обещали, что мы еще не закончили, и мы еще не закончили. Не даешь туда спокойно в отпуск уйти? Себе. И всем нам ты не даешь спокойно уйти в отпуск, тебе российский футбол не дает спокойно жить. Да, и Андрей Сергеевич Рошаин тоже, поэтому Андрей Сергеевич... Пришлось сегодня усилить эффект первого круга, ну не первого круга, а первой части сезона, что Андрей Сергеевич к нам заглянул. Хорошая новость. Да, и сегодня мы глобально обсудим все, что произошло за последние практически уже полгода в нашем футболе. По многим поводам Андрей Сергеевич уже высказывался, в том числе в нашей студии, но никогда не поздно, никогда не жалко что-то уточнить, что-то спросить. Поэтому я надеюсь, что всем будет интересно. Ну а давайте начнем, вспомним турнирную таблицу и, собственно, главную радость для Тимура. Зенит не на первом месте. Нет, нет, у меня главная радость от чего? От того, что вы сидите два таких грустненьких? Вот это для меня радостно. Я не знаю, ты салют заказывал, нет? Ну не салют, но не салют. Там не надо заказывать, там и так все рожко-гремело. Пару хлопков. Там ничего не надо было заказывать, там все празднули, уже и так. Ну да, да, да. А почему Москва празднует вместо Краснодара? Не вместе, а вместе. Вся Россия празднует. Вся Россия празднует. Не вместо, а вместе? Не знаю, вот я этого не чувствую. Не чувствую. Слушай, ну скажи, а вот это не личный стимул на 12 туров в Зениту чуть-чуть подсобраться? Андрей Сергеевич, вот сейчас. Ну я думаю, что нужно подсобраться, потому что уже дистанция будет короткой. Первый матч у Зенита, по-моему, в Спартаку. Да. Ну да. И вообще, по-моему, первые пять матчей я вчера залез и посмотрел, что у Краснодара такой более, мне кажется, лайтовый режим, чем у Зенита. И Краснодару важно было, что они ушли на первом месте, плюс еще такая победа на последней минуте. Вот это, то, что я говорил в прошлый раз, психология, которая, мне кажется, проявилась в матче с Уралом, она, ну сейчас этот фактор не будет влиять. То есть Краснодар в той, когда вот такие команды, которые выиграют в таких матчах, как вчера, или не вчера, недавно. Ну, в последнем, да, в последнем туре. Ну, вот, дают, ну, вот тот дух, мнимый или немнимый дух победителя. И в этом плане вот это преимущество Зенита, мне кажется, оно, может быть, и нивелировалось вот этими тремя играми. Помнишь, я-то говорил, что Зенит отобрает? Да. Или минимум как бы паритет? Ну, там и уже был момент, когда вроде Зенит на один тур выходил вперед. Просто вот это неудачная игра с локомотивом. Ну, скажи, ну, а вот на этом этапе там не может сказаться то, что у Краснодара нету людей, которые знают, как, допустим, финишировать и как выигрывать? Ну, это всегда, это всегда ты выиграешь первый раз. Когда я приехал на матч... Ну, не вся команда. Или вся команда? Ну, я не знаю, вот Зенит... Ну, нет, Зенит, это понятно, да, да, это понятно. Кроме Тимучка, кто-то что-то выиграл? Кубок РПЛ. Или вот я тебе говорю, самая типичная ассоциация с этим, это матч Лиги Чемпионов. Кто играл в Тоттенхэм в Ливерпуль? Да. И вот не в кулуарах, а мы там так же общались с корреспондентами и так далее, в газетах писали, что Клоппа типа лузер, потому что он всегда второй был. Ну, это был слабый тренер, что ли, и в конце концов он же выиграл что-то. Нет, 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 нет. И уже у него теперь аура наоборот, что он победитель, понимаешь? Ну, нет, понятно, что когда-то ты должен к этому дойти, и когда-то ты первый раз стать чемпионом. Ну, например, вот знаешь, у меня вот такой вопрос, что может, например, Зениту, то есть что может Краснодару помешать в водоинной ситуации упустить чемпионство? Ну, да, вот сейчас большая пауза, там два месяца. Они, допустим, понимают, что надо делать. Они еще, то есть они как бы и так дошли там пока до промежуточного первого места. И как вот у нас там с Сашей есть информация, там два-три игрока могут подъехать. По сути, Ивич об этом сказался, давай покажем цитату Ивича, его спрашивали как раз про усиление. Меня немножко смутило после матча с ЦСКА, меня немножко смутило, что и на флэше, и на пресс-конференции он говорил про «если у нас кто-то не уйдет». То есть как будто мы с Осенькиным обсуждали Спиртиана, и я вот не знаю, он Спиртиан имеет в виду или кого-то типа Линии, которые не так важны для стартового состава, так точно. Но вот Ивич публично говорит нам два игрока. Ну, слушай, они, по-моему, даже не скрывают, что им нужен один игрок на позицию восьмерки, один игрок на позицию правонападающего. Почему-то именно правонападающего там это четко, там об этом говорится. Вот эти две позиции им будет достаточно, чтобы усилить? Ну, в целом, мне кажется, да. Ну, может быть, счет странный защитник, но с другой стороны уже будет перебор, и есть ли деньги. Ну, деньги... Ну, получается, смотри, у них есть там Тармэна Аласа, которая там, да, Алонсо, Алонсо, да, Тармэна Алонсо. Есть Арутниян, молодой парень, который там периодически выходит, картину не помнит. И Каеву становится. Блядь. Это плохо. Это плохо. Это минус. Это плохая новость, да. Каеву становится плохая новость. Он, может, и Тармену выбьет. Нет, а если только сломать на... По диспотерному принципу. Тармену не может выбить Тармену даже Матвей Сафонов, как мы ее выясили. Да, 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 врезавшись с него. Но, то есть, заведомо брать игрока на лавку точно там Сергей Николаевич на такую позицию тратить не будет. Ну, а тратиться они готовы? Сем, ну, вроде готовы, я не знаю. Ты мне говорил до этого несколько программ, что да, но это какой объем? То есть, типа, ну, то он понимает, что сейчас он максимально... Смотри, смотри, какой разрыв в шаблонах у Краснодара происходит. Значит, они купили за 5 миллионов кадди и не попали в него, просто не угадали с кадди. С другой стороны, они купили там за миллион 600 батчи, который стал игроком основного состава. Не, ну, это всегда так бывает. Нет, ну, то есть, как будто бы они не готовы на покупки там в районе 8-10 миллионов там, да? А мне кажется, придется. Вот, вот, потому что сейчас нету возможности рисковать. И они же понимают, что «Зенит» будет... Что же будет в этом диапазоне работать? В «Зените», знаешь, Сань, в чем вопрос? Вопрос в том, что ты, когда берешь игрока, условно, там, ну, со старта, ну, ты с нуля берешь, и ты думаешь, там, угадал, не угадал. Когда ты в этой ситуации берешь игрока, вот как находишься, им как будто бы нужно стопроцентное в него попадание. А стопроцентное попадание, конечно, ты должен брать игрока дорогого. Ну, то есть, какой может быть риск? Тебе надо там 80 миллионов. Да и тут можно ошибиться. Нет, это понятно, просто риски, как бы, они ниже, да. Ну, да, но ты, когда берешь, там, условно, там, Бетелла, там, да, и ты понимаешь, что, там, то, скорее всего, будет хорошо играть. Слушай, сколько в России было трансферов 10+, где вот так не получалось? Ну, только кроме «Спартака» нигде такого не было. Нет, а «Динамо», вот, просто за 20 кого они взяли? Максимилиана Филиппа. Максимилиана Филиппа, ну, да, да, да. Ну, наверное, бывают такие случаи, наверное. Тем более, что тут нету даже времени. Ну, то есть, ты должен дать результат. Да нет, почему, наоборот, время есть. Нет, нет, ну, времени нет, но все время имеют, что 12 часов всего там есть. Да, и играть в феврале в России. Ну, да. Ну, в Краснодаре плюс-минус погода будет похожа. Ну, он не только в Краснодаре будет играть. Это делает... Да, но не знаю. Мне кажется, что если они хотят, там, покупать право нападающего, то это должен быть, там, достаточно дорогой игрок. Ну, наверное, скажем так. Дорогой это сколько сейчас? Ну, я думаю, вроде 80. А у тебя есть уже? Слушай, я еще раз. Я недавно пытался тебя убедить, пытался тебя убедить. Я не делаю никаких трансферов в Краснодаре. Не делаю даже им предложения. У них особое какое-то отношение очень бережно сохранить свой селекционный отдел и только тех игроков, которые они нашли. Они хотят убедить всех, что это лучший селекционный отдел в мире. И только они знают, как провести вот эту плановую работу и вычислить игрока, которого только они могут. Я не предлагаю туда никого. Поэтому у них такое гигантское количество ошибок есть. То есть они фактически, у них нет, у них там Ленине провал, Мозес провал, Банец вчера вышел на поле, ну, не знаю, ну, не вышел бы Банец, пока что там было бы. Что был Банец, что не было Банеца. Там, знаешь, Али Сигуна, вот этот, который там играет в футбол. Ну, его нашли вообще, ну, из Виста. Да, его нашли там. Из чемпионата Краснодарского края. Под Геленджиком там нашли его в этой спортшколе. Ну, не знаю, вот сейчас эта Виста приехала, товарищескую игру играла с Краснодар-2, закончилась драка-игра по боящим. Зала Сигуна? Нет, между собой. Между собой был. Между собой. Поэтому я не знаю. Это признак чемпионской команды. Поэтому кого там они собираются покупать, я не знаю. Я не знаю. Но я сейчас не про Краснодар, я сейчас про другие команды. Что делать другим командам? Условно, там, Спартаку, ну, Динамо более-менее скомплектовалось, там, под финиш, ну, как было сейчас уже более-менее, Зениту. Вот мне больше всего волнует вот Зенит. Матч с Нижним Новгородом и предыдущий матч, ну, реально это просто похоже на какую-то поминальную молитву. Не, ну, в целом-то Зенит, КРС, Локомотив, ты играл неплохо. И если бы продолжили играть как в первом тайме, я думаю, Зенит бы одержал победу. Просто я не знаю, что случилось во втором тайме. А с Нижним, ну, я только второй тайм смотрел, ну, да, там, честно, было грустно. И, наверное, вот тот Зенит, начало чемпионата, который, в принципе, без моментов, играет больше вторым номером, больше думает о том, чтобы сохранить то преимущество, которое они добыли, нежели как бы развить его. Вот, да, поэтому в целом, я думаю, что проблемы видны. Андрей Сергеевич, я понимаю, что... И понимание, что надо тоже кого-то брать, а не есть. Давай вот на этом остановимся. Проблемы, в первую очередь, какие? Ну, мне кажется, Зенит не так ярок в атаке. Некому заменить в тройку Вендал, Бориос... Клудиню? Клудиню, да. Клудиню тоже... То есть ты видишь, что нужен один инсайд, нужен, да? Больше провальных, ну, не то, что больше слабых матчей, нежели это было до, мне так кажется. Ну, я высказал, я несколько дней назад высказал мнение, но Саша не согласен. Я думаю, что ты его тоже так вслух, конечно же, меня не поддержишь. Может ли быть такое, что, например, там тренерский штаб немножко устал, что нужен там другой тренер, немножко с другим взглядом, а все-таки... Короче, ты говоришь про перенасыщенность. Ну, да, то есть есть какая-то там перенасыщенность, есть в этом замоленый взгляд. Я говорю, я пять чемпионств, ну, не видел, точнее, в своей жизни не выигрывал. И, конечно же, ну, усталость, мне кажется, она так или иначе есть. То есть усталость восприятия, да? Да-да, усталость восприятия, да. Потому что, ну, вот нет, вот всегда же... Искорки какой-то нету. Да, это хорошо, где-то ты пришел в новый коллектив, ты живешь, дышишь и так далее. Но в целом наоборот, мне, кстати, что понравилось в этом матче, это конференция Симака. Провендала? Нет, не провендала, а то, что он сказал, что, во-первых, мы думали, что будет хуже. Да. То есть понимание, что у нас есть проблемы, и то, что замен тех игроков, которых «Зенит» потерял, нет. Потому что все игроки, ну... А потерял-то между... Давай сразу, чтобы зрители были понятны. Кузяев и Малком, да. И Кузяев даже, ну, я бы не сказал, что это с каким-то отрывом от Малком. Потому что Кузяев делал много полезной работы незаметной. И он был универсалом. То есть когда нужно было, он также играл правого защитника, правого полузащитника и так далее. И все те, наверное, игроки, которые «Зенит» после этого взял, ну, они, наверное, больше расширили состав, но не вернули то качество потери вот этих футболистов. Саша там немножко, ну, и Сева там. Я просто, как же, я не говорю, что это плохие игроки. Я не говорю, что это плохие игроки. Я говорю, мне кажется, что это не игроки уровня «Зенита», ни «Монтуань», ни «Декейреш». То есть они ничем сильнее делали команду. Я говорю... Там, может быть, они бы усилили там какую-то там, я не знаю, там, среднюю, другую команду. Но вот представьте, допустим, сейчас была бы «Лига чемпионов». Не было бы их, если была бы «Лига чемпионов». То есть это же история с Альбертом. Нет, я говорил про «Декейрес», ну, все очевидно, мне кажется. Я говорил про то, что странно ставить их на одну планку. Нет, ну, там много лучше. Нет, нет, я говорю, что даже он лучше намного, но все равно, мне кажется, что ничего такого он там не показывает для того, чтобы... Нет, но мне кажется, на самом деле он и концовку ту провел. И когда он здоров, он очень полезно для «Зенита», ну, полезно играет, он забивает, где надо, отдает. Может быть, это не суперзвезда, да, но для «Зенита», мне кажется, иметь такого игрока, ну, в принципе, нормального. Для обоймы. Да. Ну, вот сами слова, как раз, которые уже вспомнили о том, что ожидали худшего еще. Насколько они звучат сейчас, ну, не знаю, может, удивительно даже. Ну, не знаю, но мне кажется, что вот просто... Если бы это, допустим, говорил бы там Абаскаль, ну, к примеру, ну, то есть это было бы как-то понятно, там, или лично. Ожидали худшего, чем... Чем пятое место, да. Ну, например, ну, от «Зенита», который даже с такими, там, потерями имеет все равно лучший состав, ну, как будто бы этот человек кладет себе соломку, мне так кажется. Просто... Ну, он, наверное, говорит все-таки с оглядкой на то, как начинали сезон, а не на стартовой позиции. Ну, он же говорит это в конце, Сев. Нет, я понимаю, но ты же помнишь, как «Зенит» тяжело начинал. Ну, я понимаю, но в итоге, в итоге выровняли все, выскочили на первое место. Я думаю, что, например, «Вендал» бы не доехал, и тогда... Нет, я смотрю, была беда такая. Да, если бы не доехал «Вендал», если бы еще там кто-то сломался, но он же доехал. Он доехал, по-моему, там, в третьем или четвертом туре. Ну, вот, короче, мне кажется, «Зенит» и начал более-менее играть с четвертого, с третьего. Ну, да, я и говорю, что там... Хотя проигрывать тоже начал как раз с третьего. Да, но в итоге мы же сейчас говорим после восемнадцатого. Да, но я тебе говорю, что мне кажется, что «Семак» вот это заявление делает, вспоминая то, как они именно начинали первые, там, пять туров, которые были очень тяжелые. Ну, слушай, я понимаю, что всего два очка, это вообще смешно об этом говорить. По-моему, еще, я не знаю, есть очный матч или нет между «Краснодар» и «Краснодар»? Да, в «Краснодаре», да? Да нет, с точки зрения количества очков, то это рабочий отрыв. Конечно, два очка – это вообще ничего. Для «Зенита» вообще ничего. Но вот как раз про два очка. Семь очков было, когда «Зенит» отъел за четыре тура семь очков, и вперед вышел, поэтому… Ну, чем ближе к концу, тем отъедать будет сложнее. Сто процентов, потому что там маленькие команды уже начнут биться в наш мир. Право на ошибку меньше будет. Ну, мы обсуждали с Осенькиным тоже вот статус вот этого зимнего чемпиона. И Ивич говорил, что это для нас безумно-безумно важно, потому что вот мы с первого тура возглавили таблицу. И если мы сейчас посмотрим на список зимних чемпионов, только одна команда, собственно, «Зенита» не доехала до титула. То есть здесь можно какую-то общую базу подвести? Ну да, но и в Англии также они считают, кто после Крисмаса на первом месте, тот обычно первое место. Ну, у них там… Это не то, что важно после «Боксинг-дэя». Да, да. Ну, не то, что важно, просто эта статистика показывает, что, как правило, это так. Ну, понятно, что из любого правила будет исключение, как вот мы видим сейчас на телевизоре, которые подтверждают правила. Поэтому, в принципе, мне кажется, уже 99,9% понятно, что «Зенит» и «Краснодар» будут разыгрывать. Не знаю. Что? Ну, я не уверен. «Динамо» ты даже тройку не записывал никак. Ну, я… У тебя крылья были даже, когда «Динамо» было. Да, да, ну, послушай, но мне удивляет просто, что происходит с «Динамо», как он умудряется «Краскаля» и «Биттелла» вместе ставить. Если он найдет общий язык с «Краскалем», то «Динамо», мне кажется, по весне… Не, но «Динамо» как раз наоборот, оно вот свежо выглядит, нет? Хорошо выглядит. Я и говорю, что вот, ну, как пришел у них «Биттелла», реально, я не знаю, там, как вот просто… Во-первых, «Личко» умеет, ну, то есть он уже был в России, когда было длинное трансферное окно, там, зимнее трансферное. То есть он не потеряется в этой ситуации, он знает, как готовить команду. «Динамо», мне кажется, что «Динамо» еще может, и «Локомотив», как финишировал последние две игры, как последние, как две игры сыграл, не знаю. Мне кажется, что еще, да, вроде там четыре очка есть отрыв от «Динамо», но тоже там отнидаемый отрыв. Ты вот сейчас упомянул «Динамо» и «Локомотив», ну, очень плотная группа, ну, по сути, шесть команд, да, я думаю, что… Ну, крылья, то есть мы бонусом берем, то есть… Ну, я думаю, что даже еще «ЦСК» тоже, ну, как-то так, в пятерку, за пятерку будет бороться. Я бы сказал, что «Крылья» бонусом как раз это типа седьмое место, а «ЦСК» что-то есть. Ну, тут отрывы слишком мелкие. Мелкие-мелкие, да. То есть мы предполагаем, что «Крылья» и «Рубин» не будут бороться за самые высокие места. Ну, вот ты упомянул только «Динамо» и «Локомотив», то есть ты «Спартак» и «ЦСК», получается, не рассматриваешь прямо в таком ценности. 2 марта все решится, если «Зинит» хлопнет «Спартак», то… А матч будет в Питере. Ты знаешь, я просто не понимаю… Без снега. Здесь я вижу, что, допустим, у «Динамо» никаких таких огромных колебаний не может быть. В «Спартак» все-таки пока такая неустойчивая ситуация. Будет вообще непонятно, что будет весна. Да, там может быть смена спортивного директора, смена главного тренера. Как раз смена спортивного директора, по-моему, 99% тоже, процентов и 9 будет, десяток. Скорее всего. Следовательно, будут и покупки сразу. Повлетет ли она за собой смену тренера, Андрей? Тренера, я думаю, что нет. Так как испанец испанца не выгонит сразу? Я думаю, что именно этот испанец, именно этого испанца выгонит. Но не сразу. Думаю, немедленно. Нет, этого не будет. Я думаю, что немедленно. Я думаю, что в этом пока есть загрузка. Даже переводчик не понадобится. Да, я думаю, даже… Нет, Абаскаль будет на итальянском говорить. А, кстати, Хавьер знает итальянский, мне кажется. Любой. Хорошо знает, да. Нет, он работал же в этом. Он же в парме работал. Он еще спортивного директора, который смог бы уволить Абаскаля. Чтобы не надо было без русского языка, чтобы обойтись. А Яшвард просто вообще не умеет разговаривать. Поэтому, собственно, Черчесов не зашел в Спартак, да? Да, он же сам этим гордится. Мне кажется, что у Спартака… Абаскаля они убирают. Иностранец же тогда тренер будет. Хавьер точно русского не будет ставить. Скорее всего, потому что я это не знал сегодня. Саша вспоминал историю, мне напоминал, что когда Хавьер пришел, я не знаю, ты-то лучше, наверное, знаешь, что когда Хавьер пришел в «Зенит», у него были мысли тогда и Симака, да? Ну, могла бы такая идея, что Симака убрать когда-то. Поэтому, слушай, я если бы… Смотри, я же как говорю… У него полномочий таких не было. Да, я говорю, как, если Хавьер приходит, то, значит, у них что-то не в порядке же там в Спартаке, да? Зачем они тогда, если бы не было все хорошо, зачем бы они его искали бы и брали? Я думаю, в этом случае, ну, я просто не знаю, что Пол Эйшвард сделал, кого взял, кого привел, что и чем он занимался. Ничего, никто не знает. Но здесь, поэтому, ну, не то, что он там худшее на лучшее меняет, просто видит в Хавьере сильного специалиста, тем более, который уже имеет опыт работы в России. В России. В принципе, для Спартака, ну… Хорошо. Достаточно внятный ход. Прямой тебе вопрос. Но как он… Заромбик теперь будет работать. Андрей Сергеевич, прямой тебе вопрос. Как к человеку из «Зенита», ты переживаешь, что с приходом Хавьера это станет сильнее команда Спартака? Не, ну, я не переживаю, но, на мой взгляд, с появлением такого человека Спартак станет более вменяемым, мне кажется. И сильнее. А с чем… Потому что я считаю, что он профессионал. Вот чем он особенно выделялся? Ты просто с ним работал. Ну, потому что много было и критики. Ага. И, например, много телеграм-каналов писали про то, что к тем трансферам, которые «Зенит» делал во время «Рибалты», он, по сути, отношений и не имел. Ну, как раз Вендела, по-моему, привело. Ну, вот как раз мы хотим узнать. Он борился. Был, это не знаю. Был вариант… По-моему, первый вариант неочевидный. Он вообще не борился. Точнее, неочевидно. Кого-то хотели другого, по-моему, он сорвался и… Депауэл. И Хавьер привел Вендела. Но что, кстати, про Хавьера в «Зените» можно сказать то же самое, что, находясь на посту спортивного директора, я не думаю, что он решал много трансферов. Вот как я думаю. Что он решал? Это я не знаю. Это лучше спросить. А в чем тогда? Посмотри. Ну, во-первых, он хорошо знает южноамериканский рынок. У него большие связи, он может договориться. В принципе, что и делалось. Просто я уже где-то упомянул в вашей программе, что когда я увидел зарплату случайно нескольких… Да. Не то, что случайно мне показали зарплату некоторых футболистов, но очень вменяемо. Я просто даже не думал. Вы просто премии не видели. То есть я думал, что больше. Ну, премии, ладно. Все же знают, что в «Зените» очень хорошие премии. Не, ну премии – это за первое место. Первое место пять лет подряд. Нет, ну это люди зарабатывают. Ну согласен, ты первое место выигрываешь. Это немножко другое, ты не путаешь. Ну там астрономические премии. Ну хорошо даже астрономические. Да не астрономические. Что думаешь, Спартаку заплатят меньше? Думаю, да. Ну, если там чуть-чуть. Я думаю, на 20%. Ну, я слышал, что там прям очень… Ну что такое очень? И то, что футболистов, когда есть одинаковые предложения по зарплатам или даже больше, допустим, условный московский клуб предлагает, то он выбирает «Зенит», потому что знает, что премии будут очень хорошие. Ну что такое «Хочешь» там? Мне кажется, сейчас выбирают «Зенит», потому что хотят выиграть. А «Зенита» на данный момент – это победа. Я смотрю, допустим, вот эти два года, как у нас нет Лиги Чемпионов, мне понятно, а то когда ты выходишь Лигу Чемпионов, ну ты и платишь премию. Потому что у тебя все по-другому, у тебя другой источник дохода есть. Просто я хочу все-таки докопаться до Хавьера. Ну не докопаться до Хавьера, а до того, что… Чем он занимался? Да, что он делал в «Зените» и еще. Ну вот все говорят, он крутой, хорошо одевается, красивый. Нет, он также искал игроков. Просто, ну, может быть, выбирали не его, или последнее слово было не за ним. Но насколько я знаю… А ты с ним по русским игрокам общался? Он хорошо русский рынок игроков знал? В принципе, я думаю, его не волновал. Скорее всего, его помощники ему что-то рекомендовали, он сам мог посмотреть или нет. Но что, чем он не запомнился? Мы несколько игр с ним вместе смотрели. Вот что, что он по игрокам говорил. И вот именно нюансы. Да, кто что может, кто где сбавил там, кто как играет, кто продвигает… А, то есть, он понимает футбол хорошо, да? Ну, на мой взгляд, да. Ну, вы говорили, что у вас совпадает мнение. Ну, да. Вот все, что мы смотрели с ним игры, хотя у нас там тоже с ним не супер гладкие отношения, но как профессионал, мне кажется, ни у кого нет сомнений, что он… Ну, то есть… Состоятельный. То есть, это не просто кого-то, знаешь, из космоса пригласили, поставили иностранца и так далее. А вот смотри, допустим, поставить на секунду, ну, прям на одну тысячную долю секунды себя в «Спартак». Вот у них есть… Как я забыл, Сань, пока… Я специально с чаем не подошелся. Пока шел туда забыл, как звали этого парня, который из «Бенфики» приезжал тоже на собеседование? Амарал. Амарал. Вот у них же там типа два кандидата, есть Рибалта, который понятен, русский рынок знает, и Амарал там, который тоже, он шеф-скаут был в «Бенфике», мы тоже не понимаем, его ли мнение было там главным или вообще что там он делал в «Бенфике»? Нет, это ты очень хорошо говоришь, потому что я думаю, что когда в «Локомотив» приезжал Ральф Рангник, мы были просто ослеплены его нимром. Потому что он всем говорил, что я создал систему «Липцик» и «Рэдбулл». Ну, сначала «Финхайм», потом «Рэдбулл», да. А в итоге получили… Тонин был из ПСЖ, тоже он был скаутом. Это все была сказка. Катани. Так я про Амарал. А про Амарал – это не сказка? Нет, но Катани был четвертым скаутом. Я думаю, на самом деле, «Спартак» пошел по проторенной дорожке, и самый верный вариант для них Хавьер. Ну, то есть это было бы для них… Ну, он понятен, у него есть опыт, в принципе, у него есть связи, он известен в футбольном мире всей Европы, может быть, мира. И у него точно очень много контактов, которые позволят сейчас в такое трудное время привести нужного футболиста. Но, с другой стороны, опять, это вопрос доверия. «Спартак» как к нему будет относиться? Это вам, к сожалению, никто не знает. Какие полномочия дадут? Какие полномочия? Поэтому там можно… В этом вопрос. Но все равно сейчас есть ощущение, что «Спартак» будет больше доверять, чем во время Федуна. То есть то, что они готовы довериться тому человеку, которому они назначены… Откуда ты знаешь, Евгений? Какой у тебя… Пример? Пример, где? Я объясню, потому что я вижу, что они вообще боятся сами принимать какие-либо решения. Хорошо, может ли такое быть, например… И им хочется кому-то делегировать это. Мы можем, например, себе представить, что, к примеру, там, условно, Малышев говорит… «Хавер, у тебя есть 50 миллионов евро на трансферную компанию. Ты делай все, что ты считаешь нужным». Может такое быть у него полномочия? Вот это полномочия и есть. Потому что, если он… Хорошо, нет, стоп. Если он должен каждый трансфер… А летом не было таких полномочий у людей, которые занимались трансферами «Спартак». Ну, я не знаю. В смысле? Но дали большие деньги по меркам современной РКЛ. Согласен, Саня. Ну, смотри… И покупали кого хотел тренер. А как покупали? То есть, получилось как? Там 3-4 переговора провалил Эшвард, потом вылез там… Этот… Вылез тренер со своим… Абаскаль. Абаскаль вылез со своим там спортивным… Ну, как бы со своим менеджером. И они делали какие-то трансферы. Как будто какая-то рваная была. Не было целостной политики. Нет, я про то… Но про то, что изначально карт-бланш и большие деньги были даны… Я просто… Я что не понимаю? Я не понимаю, что если, допустим, вошел во вкус Абаскаль делать трансфер… Если… Если… И сейчас придет Хавьер… Ну, точно он тогда долго не протянет Абаскаль. А почему ты хочешь их столкнуть с лубами? Может… Я не хочу уже… Может, они вообще давно знакомы и в одной песочнице росли? Я сомневаюсь очень сильно. Я думаю, что… Я… Я его лично не знаю. Никогда с ним не беседовал. Но судя даже по твоим словам, если он хорошо разбирается в футболе, то он уволит Абаскаль, когда еще только сядет самолет. Нет, ну… Я думаю, что так некрасиво будет. Он тут точно так не поступит. Я думаю, что Абаскаль точно начнет весну. Ты думаешь… И с другой стороны, 3 марта уже может это случиться. Ну, уже будет поздно что-то менять, ты понимаешь? Уже будет поздно. Я подчеркнулся, что если придет Рибалта, то будет новый тренер. Не трак, кажется? Сразу. Нет, я… Ну, потому что даже… 3-1. Ну… Тебе тоже так думаешь? Ну, я тебе это говорил на эфире с Осенькиным. То есть Рибалта был за иностранного тренера в «Зените». Нет, это тоже иностранный тренер. Я не про это. Я про то, что если спортивный директор приходит, и ему там дают какие-то полномочия, то, очевидно, он хочет поставить своего тренера. Возможно… Ну, возможно, Андрей Сергеевич прав. В смысле, там… Их связывают какие-то супер близкие отношения с Абаскальем. Да нет, я не говорю, что это… Просто если бы Абаскаль там был полный провал, ну, нельзя сказать, что у «Спартака» какой-то полный провал. Ты так считаешь? Они, в принципе, тоже болтаются там, где они есть. Ты не хочешь им правду сказать? Нет. Нам не нужен сильный «Спартак». Да, вот. Пускай там… Вот это… Вот это… Вот я чувствую прямо вот это… Знаешь, что… Оставьте, пожалуйста, Абаскалья, чтобы «Спартак» никаким образом не вмешался в «Горг». Тогда, тогда и, пожалуйста, «Хавьер». Наобороче, Абаскалья за полгода обкатался. Оставь сейчас хоть понятно. А что там где понятно? Ну, центр хоть наладил. Центр защиты? Нет, полузащиты. Полузащиты? Ну, и защиты тоже. Я думал, вот был бы «Спартака» русский тренер, он убрал бы когда-нибудь Георгия? Никогда. Наверное, нет. Это справедливое было, да, решение? На мой взгляд, на данный момент, да. Но когда вот убирали… Сейчас, может быть, уже сколько там? Два месяца «Бабич» играет. Может быть, уже «Джики» там вернул свои кондиции, но этого никто не проверил. Ну, пока якобы… На тот момент, когда «Бабич» ставили, я считаю, что да. Что «Бабич» усилил оборону «Спарат». А там «Дуарта» только тоже… Ну, это как раз вопросы к трансферам тем, кто делал предыдущие. Заканчивая тему «Рибалта», то есть вот вспоминали историю с «Венделом» и с кандидатурой. Ну, это же «Де Пауль» же шел под первым номером там. Ну, то есть мы понимаем, что это, ну, топ футболист. Ну, «Де Пауль» тоже топ. Нет, «Де Пауль» – топ футболист. А, ну, и «Вендел» тоже до 20 миллионов был куплен. Понятно, но «Вендел» просто не под первым номером шел. Когда приобретался «Малком», кандидатура… Сначала была «Хавьера» другая. Какая? Ты знаешь, какая? Ну, она известна. Ну, скажи. Я ее даже здесь говорил. «Диез». Еще до «Порту». Да? Ну, не знаю. Слушай, ну и с «Малком» он там тоже долго вкатывался. Он что, пока там все заговорили, что без него нельзя. «Малком» – это же трансфер Медведева чисто. Но переговоры на ком? Ну, то есть, мне кажется, что… Ну, и принести фамилию. Нет, по-моему, там Александр Иванович, по-моему, да. Ну, Александр Иванович. Он же в «Барселону» как раз ездил. Да, да, да. В «Друге нет». Я думаю, что принести фамилию и провести там первые предварительные переговоры, конечно, делает спортивный директор. То, что Александр Ивановичу нравится одеть футболку Медведев, там прийти и в последний момент пожать руку – это понятно. Да, я думал выйти на поле с капитанской повязкой, сыграть в медиакубке. Ну, это тоже, да. Кстати, поздравляю с четвертым местом. С первым, но с конца. С первым, но с конца, да. Слава Николаевич дает. Сев там намечается смена тренерского штаба, нет? Нет, там крепкие позиции. Часто петель. Часто петель. Вот, видишь, там вот капитан с главным тренером в светские идут. И поэтому четвертый место. Не разлей вода. Мне кажется, пока капитана выпускает с первых минут, там тренер крепко держится. Ну, кстати, это, кстати, надо взять на вооружение. Если ты хочешь долго работать, да, но так и надо делать. Ну, давайте закончим с «Спартаком» и с «Абаскалем». То есть вот Олег Малышев говорил, что я видел эти кадры с Хавьером и с тем, как его встречал человек из службы безопасности. Олег Малышев, ну, просто вышел впервые за долгое время и ничего не сказал. То есть его выход к прессе анонсировался. Я думал, что он выйдет с каким-то заявлением. А что он ждал в идеале? Нет, мы оставляем «Абаскалем» это заявление. Да, это заявление. Нет, ну тут нету мы оставляем «Абаскалем». Вот, это важный момент. То есть я, честно говоря, вообще не понял логики и где правда, чему верить. То есть вот Малышев говорит, с одной стороны, что нас устраивает качество игры, но нас не устраивает место. Это было сказано после «Крыльев», да? Да. Вот есть цитата про то, что на данный момент он говорит о том, что «Абаскалем наш тренер». Ну то есть вот это вот, на данный момент это… Ну да, потому что на сегодняшний день. Ну при «Федуне» это значит завтра уже другой момент. Да, а после, по-моему, уже вышло, когда мы «Усенькина» записывали, то есть уже после тура, вышла цитата в «РБ Спорт» Сергея Егорова о том, что три с минусом за первую часть сезона. И как это соотносится, типа нас устраивает качество игры? Эти комментарии были взяты спустя минуту друг от друга. Ну то есть это даже не несколько дней прошло, это вот прям спустя минуту он сказал сначала одно, потом другое. Ну вообще в целом я не понял его выхода, потому что всем анонсировали выход Малышева, он давно не общался, я думал, что он что-то скажет. Но он не сказал вообще ничего, он не сказал ни про спортивного директора, хотя уже… А вы спросили? Да, да. Я четыре раза спросил. Смотри, я хочу чуть-чуть Олега защитить в этой ситуации, Олега Александровича. Ну потому что смотри, у него первое полугодие самостоятельной работы. Ну на самом деле, действительно, сезон получился вот эти вот 18 туров очень непонятный. Вроде бы в Кубке есть выход в следующий раунд, они обеспечили, по-моему, все за два тура. За два тура первое место. Первое место, да, у них четыре победы было. Вроде бы какая-то позитив есть. Здесь, ну на самом деле, одна неделя вроде что-то, какое-то есть воодушевление, через неделю провал. Знаешь, я просто за то, что… Поэтому какой-то… У них будет совет директоров, правильно? Ну, наверное, будет у них совет директоров. Ну, соберите после него тогда пресс-конференцию. Ну, они соберут, наверное, скорее всего. Вот это незачем. Слушай, ну они, смотри, они пытаются сейчас стать, ну, чуть-чуть открыты для прессы. Понятно, что сейчас гордиться нечем. Ну, пятое место, что ты будешь говорить? Ничего не говори лучше тогда. Ну, ничего не говори, тоже плохо. Спартак не может… Потому что все будут говорить, а чего не говорить. Да, вот они молчат, закрылись. Они пытаются… Ну, ты же будешь говорить… Нет, ну дайте игроков, если генеральный директор… Каких игроков дать тебе? А игрок что тебе скажет? У них один спикер, который сейчас не играет. Понятно, что он сейчас может тебе сказать? Нет, я бы хотел Соболева, чтобы они с ним провели беседу. А, ну ты просто сейчас вот доебался, что Соболев сказал, что не будет с прессой общаться. Ну, и сейчас… Ну, вот после… Именно хочу сейчас с Соболевом поговорить. Смотри, ну… Крыси на интересы хочется. Ну да, да, да. Хорошо, но вы же читали. Отстоять. Ты, наверное, видел, что говорил Малышев после матча. Ну, зачем такое вообще нужно? Я видел. Ну, послушай, смотри. Ты получается, что… Всем, вам не говоришь плохо, не говоришь тоже плохо. Не говоришь, ты скажешь, говорите. Человек вышел. Жареное, жареное надо получать. Ну да, ты что… Вот просто ты в идеале что бы хотел сказать? Чтобы он вышел там, допустим… Нет, ну если спортивный… Вот будет Рибал, то он придет, выгонит Абаскалия и так далее. Нет, он бы Сева хотел… Вот Сева на мечта была бы, чтобы он вынес. Вот так вышел бы, как этот Геракл с головой Медузы Гаргоны, голову Абаскаля вынес бы и бросил бы туда. И сказал бы, вот я снял Абаскаля. Пока можно было… Пока можно было… Но если он это найти, он не может, он бы сделал бы это. Он его не может найти, потому что он скрывается. Мне просто, мне кажется, что если генеральный директор не общается и потом вдруг анонсирует его выход, то все ждут, что он что-то скажет. А он выходит и не говорит ничего вообще. Не, ну смотри, это было сильное заявление с его стороны, что он признает, что, в принципе, он недоволен итогами сезона. Соответственно, он дает тебе небольшой посыл, что какие-то изменения могут быть. То есть, если они недовольны местом, оценивать на три балла, на тройку с минусом… И есть слова на данный момент… И есть слова какие-то на данный момент, я не знаю, он случайно сказал или в контексте чего-то. Соответственно, что-то, какие-то там происходят движения. Ну, читай ты между строк. Он же наверняка пока… Ну, то есть, по твоей логике, он говорит о том, что Абаскаль… Возможно. И, возможно, большие изменения. Спартаке к весне. То есть, я думаю, что Олег много вкладывает слов в то, что он… То, что Спартак… Я не помню ни одной другой команды, которая так анонсировано бы искала спортивного директора, как Спартак. То есть, Спартак большую… Да, они не анонсировали, это просто карп быстренько это… Ну, да, но… Сработал. Но они отрицают. Понимаешь, что они это не отрицают. Но это, мне кажется, глупо отрицать, если… Соответственно… Если Спартака встречает Рибалтова в аэропорту… Вот, поэтому… Нет, вообще-то он снял куртку Спартака, поэтому это уже частный визит просто… Кто снял? Кто снял куртку? Ну, вот этот безопасник Спартака, который встречал… А карьер Зенитовскую не снимал? Нет, карьер приехал… Нет, это только Сулейманов не снимал по РНН, когда он приехал в аэропорту. Это отсыл, это отсыл. Слушай, ну, я не знаю, конечно, я говорю, что… Вот ты меня все время подкалываешь с этими трансферами, никакого отношения… Вот на последний год, как я занимаюсь нашей любимой программой «Итоги», я не имею никак… То есть, твои последние трансферы – это и я, и Сева. Да, вот мои два… Зачем ты тратишь время? Мои два любимых трансфера – Сева и Саша – мне пока достаточно. Я говорю, что сильный Спартак… Если бы был… Ну, я хочу, чтобы было там 3-4… Нам не нужен. Вот. Наоборот, это вас будет делать сильнее, понимаешь? Мы сами сейчас… Вы и не будете… Когда вы перестанете… Сейчас у нас есть краснодар… Вы перестанете покупать «Декереша» и там… Смотри, мы только что забыли про «Свинюшку», а вы нам «Быка» подсовываете. Зачем? Ну, ничего, «Бык» отошел же. «Бык» отскочил. «Бык» отскочил. Слушай, ну… Давай сделаем пока паузу в чемпионате. Чуть-чуть паузу в чемпионате. Давай просто последнее про Абаскаля. Ты что, вот… Андрей Сергеевич говорит, ну, явного провала нет. Но, если мы вспоминаем начало, особенно, прошлого сезона, да, то… А где рост? Ну, то есть… Тренер работает с командой уже, ну, достаточно долго. И где рост? 31 тур. Вот на сегодняшний день 31 тур. 31 тур – это с начала 2023 года. Да, 2023 года. А еще было 17 тур. Давай забудем тот… Давай вот просто дадим ему входную часть. Ну, то есть, атака была лучше, оборона была лучше. Стабильности в первой части прошлого сезона было больше. Все стало хуже. Ну, где рост? То есть, он должен был уже разобраться, наверное. Ну, конечно. Мне тоже кажется, что… А как будто, наоборот, все пошло куда-то не туда. Ну, в последние, там, 3-4 недели была стабильность. Даже знаешь, я тебе так скажу, что человек, который спустя полгода, полгода, как находится в клубе, даже больше, начинает говорить о том, что, ну, я тоже учусь, и я делаю эксперименты. Ну, вот, значит, соответственно… Нет, что такого, что он учится? Нет, ну, это стандартная фраза, особенно для иностранцев. Но это… Многие, так говорят, чем более молодые. Ну, Андрей Сергеевич, ну… Ну, знаешь, как я тебе так скажу, что если бы, допустим, условно… Может учиться, но не в «Спартаке»? Да. Не-не, даже не так. Если, к примеру, это был бы условно русский тренер, там, Симак, Карпин, не знаю, там, Черчесов. И он бы на большой команде через полгода, там, или через, там, 8 месяцев работы сказал бы… Ну, я тоже лечусь, делая эксперименты… А ты считаешь… А ты считаешь, Симак так не может сказать сейчас? Нет. Не может? Ну, я не знаю, что он может, но он так не делает. Если его спросить, вот вы попали в этом сезоне в ситуацию, в которой вы до этого-то не были, правильно? Как тренер? Ну, все равно, я думаю, что он подберет другие слова, чем в большой команде говорить от слова «учусь». Понимаешь, в большой команде… Ну, для иностранцев это нормально. Это… Не, я вообще не вызываю в этой фразе ничего такого. Я считаю, что… Я говорю, что если бы мы с нашего топового тренера, который в большой команде облажался мы, И начал бы его так себя оправдывать, мы бы его с говном слушали… А это у нас уже, это наш менталитет. Ну, так правильно, я же про наш менталитет говорю. Я не говорю про нашу тройку, а вообще… Нет, про нашу тройку мы обострем… Иностранцам мы можем просить все, что угодно, а своего мы зарубим сразу. Это наш менталитет. Нет, смотри, ты считаешь, ну, наша программа выросла, растет за… Нет, смотри, я считаю… Ты учишься в этом процессе? Я учусь, но я это говорить не буду, Сань. Я это говорить не буду, потому что, если сейчас… Ну, вот смотри, если вдруг сейчас мы откатимся за полгода назад и начнем делать хуже, чем мы делаем, значит, мы где-то проваливаемся. И, соответственно, мы делаем что-то не то. Что значит учусь? Ну, значит, надо учиться на ошибках, получается. Ну, подожди, ну тогда… Нет, я понимаю, что сейчас ты хочешь сказать, что надо всю жизнь решиться, но становиться во всем хуже… Ну, блять… Тоже не бывает, что лучше, 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 так тоже не бывает. Да, согласен, Андрей Сергеевич… И многие факторы, может быть, которые, например, не зависят от Абаскаля, там кто-то ушел… Ну, давай, например… Те же хорошо нападающих, зачем они продают и остаются с одним Соболем? Ну, это его была идея. Ну, это его была идея. Его идея? Конечно, это он потребовал… То есть он хотел Соболёком Милешиным подбить? Нет, нет, я не знаю, что он еще хотел. Ходили разговоры там про Санабрио, ходили разговоры про… Я забываю фамилию, все время испанцев, который забил три гола Реал Мадриду, потом в Италию… Кастельянос. Кастельянос, да. Они кого-то якобы хотели, потом сорвали переговоры, не взяли, но они до этого момента… Он испортил полностью отношения с Бальдем, и, по-моему, за два месяца до ухода Бальде говорили, что он прямо от него там отказался. Хотя сам его и хотел, сам его просил. А под Шамара там, который… Шамар, по-моему, сейчас там что-то позабивал там, что-то во Франции… Ну, у него есть результативные действия. И за сборную, и за сборную там что-то забивает. В не самой сильной, не самой результативной команде. Ну, да. Поэтому, я не знаю… Я думаю, что он вычищал почву, на которую там ничего не смог посадить. Ну, мне просто… Я считаю, что просто Аббаскаль не делает Спартак сильнее. И вообще… Два показателя. Два показателя, по мне. Но два показателя, которые, очевидно, это показывают. Это первый показатель, что команда его не поддерживает. Я убежден, что ни одна команда не просила бы выходку Береши. Чтобы завязалась драка. Кроме Спартака, кроме Хлусевича… Никто не сделал посыл защитить своего тренера. Ну, потому что это точно была бы какая-то свара. Второе, что Спартак провел свой лучший матч. Когда его не было на лавке, серб спокойно провел эту игру. Я сейчас не говорю, что надо этой сербой ставить. Но Локомотив так же сделал. Зенит обыграл без главного тренера. Я это и сказал… Я сейчас Зенит почти Кобу Куева обыграл, пока тренер сидел… Я это в этой программе и сказал… Поэтому это, на самом деле, не показатель. Ну, это тоже своеобразный показатель. Это тоже своеобразный показатель. Это показатель, может быть, тренер на бровке не так важен? Ну, это тоже… И мы живем в мире стереотипов? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Может быть и это. Но мне кажется, что… И мы задержались долго на Спартаке. Нет, я понимаю, ты сейчас нас уводишь от ситуации с Зенитом. Все, подальше. Не хочется про Зенит говорить. Ну, давай тогда поговорим про Динамо. Клуб, который, возможно, в чем-то ментально близок к Зениту. Руководством точно. И после прихода, естественно, зенитовских менеджеров. Да. Клуб попер. Менеджеров, да. Ну, там, на самом деле, достаточно много людей пришло из Зенитов Динамо. Просто… А каким образом… Каким образом… Каким образом Павел Пивоваров влияет на результаты футбольного клуба Динамо? Скажи. А кто влияет на результаты футбольного клуба Динамо? Ну, только Буочи Гаффин влияет на спортивную составляющую, что происходит. То есть, ты почти год фигачишь Гаффина. Сейчас Динамо на третьем месте. Получается, что… Ну, это тоже заслуга Гаффина. Это же… И тогда, когда был провал, это был провал Гаффина. И когда сейчас… Не знаю, мне кажется, что без генерального директора ты никогда не выстроишь нормальную структуру. Ну, это вообще ошибка. Ну, как ошибка? Ну, потому что в Динамо не отвечает генеральный директор за спортивный блок. Не, ну, хотя бы не мешает… А, не мешает – это хорошо. Ну, а что? А есть куча людей, которые мешают. Согласен, согласен. Куча генеральных директоров. Согласен, просто… Ну, я не знаю, там, какая функционал у Пивоварова в клубе, но он, как бы, не лезет в спортивный блок. Соответственно, сейчас то, что делает Динамо… Сейчас там… Ну, как вот… Ну, я не знаю… Трансфер… Это трансфер Биттелла помог это сделать. Или Чавеса трансфер помог сделать. Но, в общем, ситуация к концу… Последние там 3-4 тура выглядит… Динамо хорошо. Трансфер Биттелла просто лучший. Ну, Трансфер Биттелла точно лучший. Это с момента его дебюта в стартовом составе Динамо. Это места его не в команде, это места… В лиге. В РПЛ. Да, у него пока не очень много голевых передач, мягко скажем, в чемпионате. Но я думаю, что он это доберет. И, конечно, его влияние на игру колоссальное. Давайте вот раз про Биттелла загорели, мы много его сопоставляем с Фейзулаевым в этой студии в плане качества игры и влияния на команду. Давайте тогда, раз у нас первая часть сезона подошла к концу, давайте тогда каждый назовет по одному лучшему трансферу. Ну, это очевидно, вот этих два лучших трансфера. Ну, кто для тебя? Ну, для меня, конечно, Биттелла. А цена-качество? Андрей Сергеевич, смотри, я понимаю посыл Германа Ткаченко, что цена-качество – это важно. Но когда ты большая команда, то тебе нужно точно купить за деньги качество. Нет, это я понимаю, я даже смотрел дискотч. Понятно, но если, знаешь, как в рекламе, если один результат, то зачем платить больше? А результаты не один. Динамо в шаге там от тройки свои… Ну да, ЦСКА в восьмое? А разница в очках какая? А разница в очках какая? А разница в очках четыре очка. Ну, она же существует? Она существует все равно, все равно. И я тебе так скажу, смотри, вот, ну, я не знаю, может быть я ошибаюсь, я же в футбол никогда не играл, поэтому я по своим ощущениям. Мне кажется, что… Ты только учишься. Да, нет, я уже не учился. А ты уже сейчас… Я уже учу. Ты такую оговорку уже после мостового начал делать. Нет, я говорю, что… Нет, после мостового вообще оговорок перестал делать. Я хочу сказать что, что для меня, мне кажется, что Файзулаев не может прибавить. Ну, мне кажется так, что он сейчас выдал просто феноменальный кусок. По-моему, по-моему, Бетелла, если все пойдет нормально, он еще больше может прибавить. И это станет реально там мощная единица у Динамо. Вот я про это говорю, что если он сейчас там сыграется с Костей Тюкавиным, Караскаль… Уже, мне кажется… Караскаль появится, который станет его партнером. Потому что там у них есть там Гамалёва, у них есть… Ну, хорошо, у тебя Бетелла, а у вас? А у нас в квартире ГАЗ. Это… Это у вас не говорится в стране ГАЗ. У вас просто есть ГАЗ. Нет, я один из этих двоих. Ну, и ладно, так что быть в отместку тебе скажу, что Файзулаев. Ну, окей, хорошо. А почему ты считаешь, что Файзулаев не может расти? Нет, мне кажется, вот это как раз вообще… Ну, не знаю, мне кажется, что он выдал… От него никто не ждал такого, понимаешь? От футболиста, который приехал… Нет, он моложе намного… Бетелла, мне кажется, тоже молодой совсем. Ну, нет… Бетелла за двадцать уже. Двадцать три, по-моему, да? Двадцать три, двадцать два ему, да? Ну, то есть Бетелла тоже там в таком возрасте, что… Бетелла все равно в плюс-минус хорошем чемпионате играл. Бетелла играл в хорошей команде… Файзулаев – нет, мне кажется, ну, здесь… А не будет ли, например… Не очень уместно, так скажем, что он там не может прибавить. Ну, окей, смотри… Ты просто хотел сказать, что он прыгнул выше головы… Да, прыгнул выше головы… И уже ему, чтобы поддержать этот уровень, у него не хватает запаса мастерства. Но мне кажется, у него мастерство есть. Смотри, мне кажется, что просто… Ну, я даже не спорю, Бетеллу тоже очень здорово влился в Динамо. То есть… Ну, я не знаю, опять же… Просто еще вопрос. Мне всегда говорили, что Бетеллу на самом деле право крайнего играл. А в Динамо не играет право крайнего, он больше играет в центре. Ну, он и в гребе играл одинаково. С флангой и в центре. То есть, грубо говоря, пополам. Но мне кажется, что, знаешь, для Бетелла все-таки будет стоять шаг сделать еще… Уйти выше. Для Файзулаева условно ЦСКА там поднимет зарплату, то, наверное, там… Не знаю. Но мне все-таки… Я уверен, что… Не, ну, пока… Пока побудет, что он молодой. Он может еще и пять лет ЦСКА проиграть. Может быть, может быть. А в том-то и дело… А хочет ли Бетелла пять лет играть в Динамо? Нет, это… Я же тебе про Файзулаева. Бетелла – это другой вариант. Я понимаю, почему говорю, что… Мне кажется, что для разгона у Файзулаева есть больше там полоса. И он может там дольше развиваться в чемпионате России. Бетелла показался, что он мастер прямо с первого матча. Ну, просто… Я не помню. Вот прям первый матч приехал Бетелла в Россию. Там первый выход его на поле. Два приема было видно, что он мастер. Файзулаев до последнего как будто бы сомневался… Ну, когда последнего… Вот игра показывает… Федотов братьям или не братьям. Чудо я ее смотрел, еще выбирал лучшего игрока. Подсказывал, точнее, чтобы выбрали лучшего игрока. Они когда с крыльем 0-2 горели, он вышел. Они в десятером играли. Все мячи от него. Да? Все опасно. Все вперед. Сколько там? Мальчик 18-19 лет, которому на тот момент… Слушай, но он играет. Круто. Они имя с трудом произносили и путались, правильно? Мне кажется, он дослушный. Поэтому и срезали уже несколько букв уже. Ну, на самом деле, ничего страшного. В Англии, если бы так было удобнее, они бы и вообще… Конечно, конечно… Не с… И ему, я думаю, спокойнее. Не с русскими, но с нашими именами, так же там на Западе же делают. Ну, в смысле, это распространенная общемировая практика. Хорошо, Сев, у нас есть Бетелла и Файзулаев. Я думаю, что у тебя будет какой-то нестандартный выбор. Ну, не знаю, мне еще нравится то, что Краснодар взял защитника Тормена. Как будто бы это им тоже помогло, нет? Да, конечно, Тормена в порядке. Тормена в порядке, но все-таки, мне кажется… Не, ну понятно, что… Тормена, он уже опытный мастер, да? В Браге играл, в Португалии играл. Это типа из-за неочевидных, но я тоже тут за босса. Ну, чисто по цене, качеству. Файзулаев, да? Да. Ну, тебе ты все время деньги бережешь. Нет, ну, просто, понимаешь, а вот если бы Динамо не попало… Ну, если бы, но, понимаешь, вероятность… Нет, ты должен сказать, а если бы Абос не выстрелил, что вероятность была… Ну, да никто бы не удивился. Не выстрелил бы и не выстрелил. 500 тысяч, как бы, ну… Да, ну… Погрешно, да. Если бы Динамо не попало, мы бы Динамо обсуждали в рубрике «Главные провалы». Ну, да. Поэтому тут какая разница. Ну, в общем, Файзулаев у нас побеждает. Поздравляем. Три голоса. Поздравляем Абоса с этой… Я думаю, что это первая пятерка его своеобразная, да? Ну, да. Наша программа. Даже статус не был. И, собственно, первую пятерку получил еще Константин Тюкавин. Честно говоря, не понимаю, как человек, который может четвертый сезон играть в RTL… Который уже больше 100 матчей. Получает первую пятерку. Там видно возрастной ценз. Да, это возрастной ценз, и нужно определенное количество матчей. Но Тюкавин, по сути, впервые проводит полный сезон в качестве основного центрального нападающего. Федя играет часто ниже. Либо в какие-то моменты даже Федя садился на лавку. Тюкавин тоже, по-моему, один или два матча с нее начинал. Но все равно Тюкавин, безусловно, главный нападающий. Если мы сейчас выбираем главного нападающего, то Тюкавин у нас фаворит. Среди кого? Среди всех нападающих? Кордоба. Кордоба. Кордоба, конечно, с отрывом. И для меня третий точно Чалов. Для меня Чалов выше Тюкавин. А для меня Тюкавин выше Кассиера. По мастерству он уступает, может быть, только Кордобе по мастерству. Тюкавин? Да. Не-не, он стоповый парень, но мы что смотрим? Вот эти 18 туров сейчас? Да-да-да. Кассиера Кордоба. Кассиера Кордоба, Чалов. Он для меня. Но Чалов-Тюкавин на одной я бы поставил, на третью. Не знаю, мне Чалов в этом году, кроме последнего мастера. И не только в этом году, еще и в прошлом году. Да, но мне кажется, что прям… Ему пошла на пользу поездка в базу, хотя для меня она, честно, была неочевидной. Я думал, что он пригоднется. Знаешь, кто его тренировал-то? Кто? Абаскаль. Не, когда Абаскаль начал, он как раз присел. Когда Абаскаль начал, он уже не был. Не, он присел. Он сел на банку. А, ну вот видишь. А до этого он играл как раз. Ну, повлияло-то положительно. В Питере загрустили, когда Чалов-Тюкавин переписал контракт до 28-го года. Слушай, ну… А получилось, что мы негативно внесли в это. Сработали, но не так. Мы негативно сработали, Сева. Потому что мы говорили, что нет пункта, нет этого года, нет никакого автоматического продвления. Это ты говорил, а не мы? Ну, я говорил, да. Я говорил, говорил, потом в итоге выяснилось, что на самом деле я был прав, что никакого этого нету. И парню подписали полноценный контракт. А для чего надо было вот этот автоматический пункт? Что им мешало сделать этот полноценное предложение и подписать полноценный контракт? Для… Что они… Что их должно было убедить? Короче, ты считаешь то, что ты бы спродюсировал? Нет, я ничего не продюсировал. Просто Динамо почему-то... Просто взял, взял, обосрал, мотивировал, да? Просто Динамо почему-то тянуло с этим подписанием более чем очевидным. После потери Захаряна они должны были в этот вечер подписать пятилетний контракт с Юкавиным. В этот вечер. Они тянули еще полгода. Но они, я думаю, что обмывали Захаряна. Ну, хорошо. Главное, что не потеряли. Ну, согласен, да, согласен. Здесь надо их похвалить, что они удержали своего там талантового парня, который там свой воспитание. Конечно, да, для них это хорошо. Но Питер грустит. Было бы плохо, если он нашел бы... Я грущу. За Питер не буду, но я грущу. Ну, да. Я просто не понимаю. Вот Андрей Сергеевич грустит, но, допустим, в обойме Кассира, Сергеев... Ну, смотри. И все. И вся обойма. Потому что, смотри, Ваня сейчас болел. Вот просто последний месяц он там постоянно какие-то проблемы имел. Ну, что, у нас один Кассира. Кассира потом сломался в какой-то игре. Пропускал два тура. Есть еще Зидор. Зидор пока сыроват. Мы посмотрели твое перед матчевое. Я видел. Что? Когда ты сказал, что я вообще не понимаю, что Зидор делает в форме «Зенита». Передлога «Зенита». Передлога «Зенита». Кордоба, ты? Ну, конечно, Кордоба. Ты? Чукавин. Хорошо. Ну, 3-1. Прямо сейчас. Не, ну, Кордоба точно самый сильный нападающий в России. Ну, Кордоба же были прям очень сильные. Кордоба даже в говномачах умудряется, даже когда у него игра не идет. Я бы даже сказал, он даже в говномачах умудряется яйца показать. Да, но даже когда у него игра полностью вообще не идет, полностью, он работает столько на команду, что... Ты представляешь, если бы у «Зенита» не нашлось такого бомбардирования? Сколько он забил, Кордоба? 14. Покажи, 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 что он Кордобу. Ну, 18 матча, 14 голову, конечно, это... Хорошо, но разве... Да, в штрафной все супер, но там влияние на игру же «Коссьера» не сопоставимо с влиянием Кордоба. Поэтому я и назвал Кордоба, да. А знаешь... И мне кажется, с Тюкавиным тоже. Нет, но Тюкавин просто еще... Просто у него нет такого влияния на игру... Вот даже, например, Федик, когда выходит, то через него игра завязывается. Так и сейчас у него главный игрок Биттелла. Да, Тюкавин это пока игрок, который... Подыгрыша. Нет, на острие, наоборот. Да, да, да. Которому дают, и он исполняет. Но игра вокруг, например, Тюкавина не строится, да. И, ну, влияние, правильно, там, Биттелла, еще кто-то у «Динамо». А именно по влиянию в Краснодаре, ну, от Кордоба очень много зависит. Ну, это точно. Как объяснить Кассиеру? Что он забил все в этом году? А в прошлом ничего. Так же пришло вдохновение, которое у него было в Сочи. То есть, на самом деле, ну, он, он, как сказать, у него чувство гола есть. И он, ну, приходит в те ситуации. Там у него другие минусы есть, но это не будем обсуждать. Слушай, ну, и в том сезоне, когда он там, ну, когда он забил всего два гола, у него моменты-то были. Просто в этом году все, что он не прикоснется, залетает. У него очень качественные голы есть. Он как на острие прям реально... Причем в прошлом сезоне, как раз сказалось, что он, ну, в нем нету вот этой агрессивности, которая нужна при, допустим, подаче с фланга, ну, центральной нападающей. Сколько в этом году он забил гола? Может, он себя плохо, немножко неуверенно чувствовал, когда он пришел в Зенит? Нет, когда он только пришел, он точно уверенно. Был матч с Сервеной Звездой в Сочи. Он забил. Суперкубок Спартак вышел на замену, забил. А потом... А тут с первого тура Дуба. Ну, нападающие так бывает, видишь там. Ну, а в контексте Кордуба еще и та история, как он подвел команду. Кордуба. Ну, да. Это же никак не объяснимо вообще. Ну, и в контексте вот этой чемпионской гонки... Ну, я тебе говорил, что он просто занервничал тогда Краснодар. Они думали, что все, Владимир вышел на первое место, у них с Уралом не пошло, и они все стали нервничать. Ну, так же нельзя делать. Ну, это понятно, что нельзя, но в тот момент ты не думаешь об этом. Ты опытный парень, ты лидер команды. Ну, что делать. Ну, видишь, пока-то прошло все, в принципе, гладко. Ну, да. После этого все сочетов набрали. Ну, слушай, ну, даже поглядя по матчу с СССР, ну, это случайность. Ну, она все равно обернулась ознаком плюс. Случайность. Да, все правильно сделали. Не, 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 нет, Сев. Ну, конечно, нет. Понятно, что это ничего неправильно. Просто это даже не первая история уже у него. Слушай, ну, кто истории просто это прицепили? Я согласен, вообще глупость абсолютно. Когда он там по трибунам помещения что-то горячит на испанском, и ему говорят, что он ругается матом, но это чушь. Да, ну, просто, ну, он подвел, я считаю. Даже несмотря на то, что они собрали свои очки, он подвел. Ну, подвел, подвел. Сейчас кто-то оправдывает. Ну, нападающий топовый. Давай на секунду вернемся к команде, к Динамо, которая, по твоему мнению, будет в чемпионской гонке. Что? Так быстро перекрасил. По обороне. По обороне. Всего три тура. Ты Динамо даже не считал, что они в стройке должны быть. Смотри, я тебе скажу, у меня два откровения в игре Динамо. Это Бетелла и Караскаля. Караскаль в матче с Воронежем, ну, не свойственно себе вообще в манере отыграл. Он и бежал куда-то, потому что Караскаля, который мы видели, там, выходил, там, 5-7 туров назад, и который там, как говно в проруби болтался, мы вообще не понимали ни его позицию, и как можно столько ошибаться, то вот последние матчи, как будто бы он начал, не знаю, или личко до него достучался. Не, просто вот сейчас отпуск. Ну, или отпуск, может быть, я не знаю. Поэтому я говорю, надо подождать весну. Ну, как будто, да? Зачем? Почему? Ну, ты, как-то хвалить стал много. Никаких, вот, блядь. Сил, ну что, я должен обзор филос, что ли, делать, или театра, что ли, что ли? Все, все, все. Я не делал никаких трансферов. Слушай, тут сюда приходил человек, который делает трансферы, отказывается от этого. А ты мне хочешь, чтобы я там что-то говорил? Я даже не предлагал никого. Это иди, наоборот, должен быть баланс же. Бетелла ты привез. Я не привозил. Ты знал, с каким рюкзачком Бетелла приехал? Нет, я знал, что он тут купил рюкзачок, чтобы это уже отсюда вывозить. То, что здесь есть. Ну, нет, с атакой все топ. И ты сейчас перечисляешь атакующих игроков. Но если мы посмотрим на оборону, то... Ну, оборона у них вот очевидно... Очень-очень-очень смущает. Слушай, очевидно, у них слабое звено. Но вроде бы заиграл, конечно. Для меня это вообще был какой-то труп. Я не знаю, как он с там упал. Моричаль. Там, да, но он каким-то образом с борьбой на чуть-чуть заиграл. Но мне не нравится. У них оба крайних защитника. Оба крайних защитника мне не нравятся. Но с Копа в атаку... Ну, в атаку Киев, хорошо, да, но... А справа так у них кто играл? У них три человека играло справа. Паршевлюк плохо. Парень, который вот этот... Бессмертный. 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 Я не знаю пока, как его оценивать. Но Даса тоже, не знаю, невыдающийся футбол показывает. Лещук вытеснял. Лещук Шунина, да, получается? Ну, не знаю. Лещук и Динамо по трансферам Бульбуна тоже. По сути топ-трансфер. Хоть и возвращение, но бесплатно. А что, он классно играет в этом сезоне? Ну, он не... Если бы, прикиньте, без него. Ну, не знаю. Моричали, 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 побыстрее. Моричали стал лучше играть. Фернандес и так, и так играет. Может быть, потому что он с ним рядом. Я не знаю. Ну, как бы, все-таки остается, я не знаю, они там считают, что у них Лаксальт закрывает зону опорного? Протянет ли он долго там быть качественным? Не, он закрывает. Мне кажется, это находка была личики. А мексиканец... Даже Чавес, когда приезжает, ну, его не надо ставить, играет Ласкальта. Есть только одна проблема, что по весне опять начнутся матчи сборных. Опять это, если, ну, понятно, там Бетелла сборная в Бразилии... Один матч. Два матча, по-моему, будет. Ну, одна пауза в марте только. Нет, а в апреле нет? Нет. У латиноамериканцев? Не-не. Нет, всегда же в марте только была пауза. Ну, не знаю, если в марте, ну, тоже в марте, знаешь, если там, условно, Чавеса вызовут сборную, Караскаля вызовут сборную, хорошо, Бетелла никуда не вызовут. Опять вот этот перелет, что, как, как, потому что первый матч, когда Чавес приехал после сборной, он сыграл неважно. Ну, собственно, и Краснодар сталкивается, да, с этой же проблемой. Ну, да. И Юрьевич говорил, в том числе после ЦСКА, что нам очень тяжело после матча сборной. Ты вот говорил, не знаю, не знаю, не знаю, применительно там к обороне Динамо, но вот команда, про которую у меня вот такой ответ практически на все, это Локомотив, который тоже в этой группе и тоже в борьбе за тройку. И последние недели, опять же, вот подуспокоили и вселили даже оптимизм, ну, в болельщиков Локомотива точно. Для нас Локомотив это что, в первую часть сезона? Ну, что сказать вообще, весь Локомотив это просто хорошая игра Глушенкова впереди. То есть уже так, то есть мы раньше говорили о том, что команда колоссально зависит от Дзюбы и Лантратова. А сейчас нет, от Лантратова и продолжает зависеть, но от Дзюбы в этом году разве так она зависит, как в конце прошлого года? Нет, мне кажется, и Текнезиана, мне кажется, на самом деле россыпь тех игроков у Локомотива, но она позволяет ему рассчитывать на высокое место. Просто у них были проблемы с обороной, вот в самых первых турах, но сейчас, как бы это все, знаешь, Морозов стал, по-моему, покрепче играть, там Фасон, по-моему, в каких-то играх вернулся. То есть Локомотив стал лучше в обороне, даже по игре с Зенитом, да, то есть Зенит даже первый там доминирует, в принципе, имел там, может быть, кроме гола еще максимум два момента. Ну, это не кажется тебе, что просто очень плотная игра, то, что там и сзади Крапукас, Баринов, и там четыре защитника. Не, ну, во-первых, Митай, вот одну игру с Зенитом, я видел, он в полном порядке. Митай, по-моему, был один из лучших. Я бы ему вообще лучшему дал, просто когда человек забивает два, ну, трудно ему не дать. Или один забивает, один отдает Душуков, я уже не помню. Там Свояка дал первого. Да, Свояка. Ну, вот, говорят, что когда первый раз его туда поставили, он здорово сыграл. Да, не, несколько матчей. Не, не, несколько матчей, да. Один матч провалил. Не, 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 вот Митай можно сравнить с Локсальтом, то есть очень неожиданное решение и классно сыграл. Такое впечатление, что он подсмотрел. Оба левых защитника. В принципе, видишь, ну, там здорово, Миранчук выходит, то есть там, получается, глубина, если Миранчук выходит, хорошо себя проявляет на несколько игр, он там играет первую скрипку, там Джамалединов вышел с крыльями, забил два. То есть набор игроков, ну, Технезиан проводит, если там не лучший сезон, то продолжает на том же уровне, что было в предыдущем сезоне. У Технезиана, по-моему, в этом году... Даже не нахал, для меня превратился в какую-то боевую единицу, там справа выиграл у Самошникова конкуренцию. Ну, слушай, я, вот, к сожалению, в отличие, ну, Динамо мы предвидим, что там, допустим, да, сыграется вот этот блок атаки, может быть. Я не знаю, что от локомотива, какой прогноз на локомотив. Мне, во-первых, смущает ситуация, что контракт заканчивается Миранчука-Жамалединова, как будто бы никакие разговоры по поводу этого не ходят. Есть непонятная ситуация, сейчас пока, на сегодняшнюю секунду, непонятная ситуация, приходит или не приходит Вера туда. И вообще там получается перегруз... Нет, ну смотри, там, с Миранчуком и Жамалединовым понятная история. Его агент говорит про то, что они будут... Но ты в это веришь, Сев? Если уйдет Леонченко. Не уйдет Леонченко дальше? Не уйдет. Ну, вот твоя информация какая? Подожди, ты только что сказал, что это вот типа и твоя информация. Нет, я сказал про то, что агент Шпенев... Это было уже достаточно давно. Нет, он недавно это еще раз подтвердил. Когда недавно? Ну, вот Панков давал. Ну, я просто плохо понимаю, ну, не уйдет Леонченко. Какая связь между тем, что у него есть к Миранчуку лучшее предложение? Ну, как, ну, связь, понятно, то, что у них прямой конфликт. Хорошо, даже... Но Леонченко же не человек, который принимает ключевые решения. Ну, там есть наборных, наверное, кого он проводит переговоры, там может принять переговоры. Ну, я просто плохо понимаю, например, как убрать сегодня Миранчука, например, потому что там остается или не остается Леонченко. Ну, я не знаю, Сергеич, ну, скажи. Ну, это какая-то глупая связь, вот эти события. Нет, ну, я думаю просто на самом деле, что все равно главный локомотив не Леонченко. Нет, очевидно. Как бы я к Владимировне не относился, но вот. Поэтому решать будет не он, и эти игроки будут решать вопрос или агент его, и их не с ним. Ну, да, но с первыми лицами локомотива. А потом я тебе скажу так, ну, Миранчук правда выглядит сейчас хорошо? Нет, он здорово. Хорошо выглядит прямо сейчас. И по поводу передачи, и то, что они так сильно задействуют фланги, им точно нужен хороший распасовщик. А учитывая, что теперь есть два, и Миранчук, и Глушенков, ты вообще не понимаешь, откуда ждать угрозу. Поэтому я не знаю, слушай, но для меня как бы сомнения, и мы когда у нас был Игорь Витальевич, мы обсуждали, и он тоже высказал, что я не понимаю, как разместить Глушенкова, Миранчука, Баринова, Карпукаса и Веру на поле одновременно. Если Вера придет, то есть кто-то должен тогда в ротацию садиться. А вообще скоро Салтыков будет. Ну Салтыков, я думаю, не сейчас. Нет, 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 но мы, наверное, предполагаем, что с приходом Веры локомотив придет на 4-3-3. У них в центре поля образуется Баринов, Карпукас и Вера. Вера. И возможно, не дает. Да, знаешь, Вера играет, он хоть и с мячом, но он играет нижнего. Очень снизу. И, ну, он, считай, опорника играет. Ну не, ну сейчас предоиграть, они вообще переходили на 4-4-2, ну, когда оборона, то есть Пашон не защищается. Его вперед подключали. И это тоже может быть проблемой, Пашон, ну, мы понимаем, что там, допустим, никак прессинговать с парой Дзюба, Вера, ты не можешь. Ну, это как бы факт. Ну, с другой стороны, знаешь, одно дело, там Оренбург выбегая все время. Нет, Вера очень низкий мяч любит получать. Ну да. Но все-таки там, ну, там же Копленко, Копленко. И между, что он, то есть, Карпукас. Он внизу, он в опорника играет, да, по идее, что это не десятка. Нет, он даже не ваталдарка. Он еще не ваталдарка спускается, да, он 6-8 скорее. Он там и играет, он не то, что спускается, он там и играет. И просто это был вот матч, как раз с Крылья Советом они играли, когда они поставили Михайлова Бачи, не Бачи, а кто у них на Б? Башич. Башич. И Вера играл вверх. У них полный провал, замены в перерыве, Вера отошел сюда пониже, забрал мяч и ту геометрию атак Оренбурга, она восстановилась. Это я и говорю, потому мы не понимаем, что будет, если вдруг это случится. Поэтому, может, локомотив не так и спешит, потому что я-то уже накрыл всю эту сделку в одном московском ресторане, и там сбежали, как пауки и тараканы. Ну, расскажи, что это было? Ты поймал агентов Веры или там, ну да, Веры. Ну, из Ultima Group, да, из Ultima Group. Не, Веру Домингис вообще привозил сюда. А, да, Веру Домингис привозил. Там даже хорошо, может быть, от Оренбурга были некоторые представители. А, все. И когда они зашли, опачки, здрасте, что здесь делаем? Посидели они пять минут. Нет, мы лучше поедем в другое место. Ты вспоминаешь свое знакомство с Сева. И после этого, кстати, вероятность сделки уменьшилась, судя по сообщениям. Ну, я говорю, что поэтому пока что мы локомотив можем реально обсуждать, наверное, скорее всего, на втором сборе. Ну, то есть, когда мы поймем, что-то все-таки происходит с продлением или непродлением Миранчука, и будут ли у них появляться... Сейчас как будто бы очевидно, и такие слухи там в агентском мире есть, что они ищут как будто только центрального защитника. Ну, то есть, им деньги дают только на центрального защитника. Кого? Центральный защитник. Я имею в виду русский или... А, нет, ну... А у них же защитников там пять человек. Ну, как бы играющих только полтора. Если из пяти сделать, там, может быть, полтора соберется. Так что Макеев должен остановиться. Там в районе... Ну, у них тоже такая цена, знаешь, на центрального защитника Сев. Что ты за это... А, что локомотив Макеев есть. Ну, да, но пока... Ну, то есть, Кузьмичев, Погоснов, Фасон, Морозов. Может, там, Мятай сыграть. Ну, все равно, судя по перечисленному, нужен защитник. Два. Даже два. Но у них очень маленькая сумма на трансфер есть. Там в районе... В районе одного сорвеля? Три миллиона, нет, трех сорвеля. Три сорвеля, да. Не, ну, три сорвеля, это уже мощно. Три кусочечка сорвеля. Этот, поэтому за три миллиона ты качественного защитника какого можешь купить. Хотя, они приводят в пример, ну, как-то же Краснодар... Агапов, ЦСКА Агапова купил. Как-то же Краснодар купил за Тармену, 1,8 отдал. Ну, да. А Рош сколько стоил? 3,5. Не знаю, сколько. Ну, побольше, чем 1,8, но вот, прозвучала фамилия Агапова, насколько я понимаю, это Михаил Галатенов, Михаил Галатенов не то, что влюбленный, ему очень нравится Агапов. Я бы на месте ЦСКА сразу бы его продал туда. Только ЦСКА отработанная схема. Ну, они могут... Да, за дорого. За 8. За 8. Ну, да, надо же по нарастающей идее. Но ты говоришь, что с локомотивом что-то будет понятно в втором сборе. Мне кажется, уже понятно, что Максим Глушенков, ну, таким годом он приобрел какой-то новый статус. То есть это не суперзвезда РПЛ, там, как Вендал, допустим. Но это вот следующий эшелон. Ну, потому что, знаешь, у него он уже... Я не помню, какого он года рождения, 8 или 9, да? Ну, ему уже... Ну, 8 или 9. Ну, то есть ему уже точно надо какой-то статус... Он уже не молодой игрок и не перспективный. Он уже должен выдавать какое-то качество. Ну, достаточно стабильный. У него был провальный там кусок в Спартаке. Ну, у него провальный год, провальный кусок в Спартаке был... Плохо играл совсем. Но на какую позицию он играл при ТДСК? Сентрального напада нет? Не-не, он вообще восьмерку играл при ТДСК. Вот эти пару матчей в начале одного сезона. Слушай, ну, какие-то разговоры ходят? Ну, понимаешь, он... Я уже говорил про него, что... Вот для меня он просто игрок без позиции. То есть под него надо... И в этом сезоне это так. Как-то игру вот встроить. То есть тренер должен ему доверить, где-то отпустить. Вот из схемы как бы вычленить. Сказать, ребята, здесь там он не будет добегать. Здесь там ему лучше. И не к тому, что он там не возвращается назад. Это как пример. Там вот здесь вот ему мячи... Хоть он там, допустим, у нас по структуре в центре, но мячи ему лучше с краю получать. Или наоборот, когда мы его загоняем с краю, но мы его никогда там не видим. До него мячи не доходят. И вот, ну, мне кажется, у Галактионова это получается. Слушай, а может, если я вообще в современном футболе клуб позволить себе, чтобы был свободный художник, например? Чтобы человек там делал все, что он считает нужным? Ну, я думаю, в любой команде. Хочешь сказать, что Мбаппе не дает больше свободы в пустыне. Нет, а ты хочешь сказать, Аршавину не давали? Извините больше всего. Ну, Аршавину давали, но сейчас немножко футбол стал чуть-чуть. Корвали в ЦСКА. Ну, просто, ну, понятно, что, может быть, требования все равно там увеличились. Не, я знаешь, с чем согласен? Я согласен вот с этой статистикой, что если человек делает свою работу впереди и обеспечивает результат... И у него еще гал есть. Все будут терпеть. И игроки, и тренеры. То найдется чернораборщик, который будет там должен стоять и подчищать вместо него. И вот по поводу Веры, там, иногда кто-то подчищал в прошлом году. Особенно. За Верой. В Оренбурге, да. Ну, потому что он не вороняется вообще. Ну, да, там комплейка. А будет ли там Карпукас, Аюпов. Аюпов, они там с жопы не вставали, чтобы он там мог... Но иногда это и было плохо, что они не вставали. Ну, то есть, если брать вообще весь этот год, Сев, давай посмотрим, и на весь этот год ассистентов, потому что Глушенков ровно год в Локомотиве, тоже лучший результат. А передачи Миши считаются в этой статистике? Передачи Мишки считаются в этой статистике? Передачи вообще не должны считаться, как сказал Александр Мостовой. Когда его попросили прокомментировать ассист Марсен Захарянов, он сказал, мое время, или мы не считали. В принципе, он прав. Да? Такого же не было. Ассисты, по-моему, всегда считали, нет? Ну, Спортэкспресс считал же вообще еще вторую. Причем вторую, да, предпас, как в хоккее на троих, да. Слушай, ну, я не знаю. Было такое в Спортэкспрессе реально. Ну, это дебилизм. Ну, если честно. Это просто я как факт говорю. Вчера я тоже отдал там в центре поля шайбу. Потом человек приехал, кинул, от ротари отскочил и добили. И я как второй ассистент зашел. Если на секунду перенеслись в хоккей, то иногда, когда смотришь там игрок Кучерова, да, там, которому дает пас там за 15 метров от ворота, он там двоих обводит, забивает. И там еще третий считается гол. В футболе все-таки хорошо не так. Но какие-то передачи, например, как передача Спирциана на... Это ассист или не ассист? Кривцового. Ну, вот последним... А что, а как ты хочешь сказать, это гол сразу или что? Так нет. Нет, ну это же ассист. Ну, тебе говорят, что вес ассистов разный. Вес ассистов разный. Именно поэтому здесь есть дополнительные статистики, помимо чисто... Да, поэтому есть передачи, например, которые в последнем туре дали на Даку. И там два защитника стоят, футбол смотрят. И этот Даку просто протаранил их двоих. А когда сейчас Спирциан давал, там два человека не смотрели? Один. Да, Файзулаев не смотрел, он спиной стоял. Так они оба спиной стояли. Мендес в какой-то момент посмотрел, но это было слишком рано. Ладно, как раз Мендес, Файзулаев, еще одна команда вот этой группы, это ЦСКА, которая закончила на восьмом месте. И, естественно, Федотов был очень недоволен завершением первой части. Но как будто место действительно страшное. Но оно слишком с маленьким очковым отрывом все-таки реально... Да, с такой же вероятностью они вчера выиграли. Были, я не знаю, третий или четвертый? Ну да. Ну так и, ну... Третий, третий были, но были четвертые. Главный вопрос, мне кажется, по ЦСКА в этом сезоне, ну, помимо там скамейки и вот этой постоянной темы про селекцию, тренерский штаб, их позиции, их взгляды на вообще, собственно, формирование всей селекции по поводу отдельных игроков. Это оборона ЦСКА, потому что в прошлом сезоне ЦСКА оборонялся очень круто. Даже когда были проблемы там какие-то у Дивеева и со здоровьем, и с качеством игры, все равно ЦСКА ниже определенного уровня не проседал за счет... Да, сейчас я то хотел сказать, сейчас, по-моему, примерно плюс-минус все то же самое, не? Ну, мне кажется, что все стало гораздо хуже, и Мойзес и Роша, может быть, на определенных отрезках играли гораздо слабее, чем в прошлом сезоне. Ты знаешь, у меня был батл в последнем туре, такой, Сань, знаешь, там мне предъявляли, что мы не объективно, мы всегда турим за ЦСКА, всегда оправдываем, что там я с болельщиком там Спартакатов, который там типа знаток, и он мне, знаешь, что предъявляет, например, да? Вот давай вот это оценим, что мы говорим, что ЦСКА там на ободах, но стартовый состав ЦСКА, в котором там выходят 7 иностранцев и 3 игрока сборной, как будто бы восьмое место действительно там попахивает катастрофой, да? То есть у них 4 защитника иностранцы, плюс Файзулаев, да, у них иностранец, плюс кто у них в центре поля? Мендес, иностранцы, получается, обраков игрок сборной России, Чалов игрок сборной России, и по сей день, ну Файзулаев тоже иностранец, и один, и у них получается вратарь один из лучших, да, то есть получается, как будто бы у них есть стартовый состав, настоящий там из всех иностранцев, и плюс там остальные игроки сборной России, и для такой команды типа восьмое место это катастрофа, ну это мне просто фанат ЦСКА, фанат Спартака пихал, потому что мы защищаем. Это Андрей Созин сказал. Нет, он-то как раз фанат ЦСКА. Я понимаю, что он фанат ЦСКА, да. Я в ложе часто его показываю, там, с бывшими тренерами сборной России. С бывшим одним тренером сборной России. Я прошу прощения. Да, или ты тоже, ваше величество, обращайся к Станиславу Саламовичу. Я с большим уважением. Нет, ну с большим уважением, но он там один. Там их немного, он один там появляется периодически, но я не знаю, я не знаю, честно говоря, Стаса высказываний, но как будто бы действительно там стартовая пятерка, стартовая пятерка, говорю, с этим хоккеем, Андрей Сергеевич, с этим хоккеем, стартовый состав ЦСКА как будто бы восьмое место действительно, ну... Ну, это так сложилось. То есть, вот, если взять такие ощущения, мне кажется, ЦСКА достаточно, ну, хорошо проводил осенний отрезок. Но мы не смотрим с призмы того, что все время, что он выжимается из команды максимум, потому что... Ну, ты сказал 11 человек, но 11 человек, да, но глубины нет. Ты посмотри, кто там сидит. Хорошо, вот у нас был там спор с Осинкиным. Ты мне скажи, вот твое время, вспомни там твое время. Сколько был состав Зенита? Нет, ну у нас... Ну, с собой мы. При адвокате особенно. Нет, ну при адвокате ты играл все равно 13 человек. Вот. Нет, но... Это при любом тренере так играет, Андрей Сергеевич. При любом тренере, если нет, я не говорю форс-мажор, там травма, или там эпидемия, или если кто-то заболел, но если вот все живы, ротацию тренер не делает, он играет... Ротация, ротация, но глубина все равно была, понимаешь, я не знаю, там ломается Ломберс, выходит Широков. Хотя это вообще не очевидный вариант. Ну... Я не знаю, в центре выходил кто там, Тимощук, Ширл, Гарик, Зырянов, уже 4 человека, выходил Файзулин, пятый, еще Чори сидел вообще на Бангкоке, понимаешь, но все равно обойма. Там ломается джин, туда смещают условно Ширла, но в центр заходит игрок, который не уступает по качествам. Ну, Денисов, чемпионский сезон же Денисов не был в старте. Ну, да, но в кубок УФ он был. Ну, да, 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 в следующий год. Это ты как бы седьмой, в седьмой. Уже Ширла, команда все равно та же. Но все равно в основном составе играет там 13-14 человек. Нет, в основном все равно 11 играет. Нет, 11, да, но... Но у тебя пятерка. На долгой дистанции все равно какие-то игры, вот, например, Зенит в последней игре взял, там освежил состав, но тренер был уверен, что условно с Ду Керасом все равно они победят, что вместо Миши можно выпустить Адама. Ты не вспомнишь, сколько раз мы смотрели запас ЦСКА, но это была трагедия. Запас ЦСКА трагедия. Ну, то есть там Лукин сидел всегда, Арбузов, Кисляк. Там настолько сильно Федотов привык, что запас ЦСКА нету, что он даже в последнем туре забыл замены сделать. На 90 минут я вспомнил, что есть... Адвокат тоже так некоторых играет. Смотри, с учетом этого, ну какая, ну это может быть трагедия для клуба, восьмое место, но для тренера это хороший результат. Не знаю, может быть по месту слава, ну по месту восьмое место для ЦСКА, понятно, что они не очень довольны. Но по игре, мне кажется, они нормально играют и так в течение обстоятельств. Не много ли, не много ли, просто, я не знаю, это к Саше вопрос, не много ли для ЦСКА 24 пропущенных гола? Нет, я с этого начал, это была моя подводка к ЦСКА. Мне кажется, что ЦСКА стал гораздо слабее и системно, и индивидуально обороняться, чем в прошлом сезоне. И те люди, которыми мы восхищались в прошлом сезоне, типа Мойзеса, очень плохо начали этот сезон. Ну, просто Мойзес, наверное, индивидуально вообще произвел сильное впечатление. Роща, наверное, послабее, хотя он там сыграл полностью сезон и подстраховал Дивеева, менялся с ними ролями, когда у Дивеева не пошло. Но мне кажется, что они, ну есть вопросы. Но все равно вам кажется, что это больше провал клуба, именно менеджмента, чем тренер. Что не дали глубину состава. Если бы Дивеев был, мне кажется, голов бы на 6 минимум, ну, голов 5. Ну, если бы Дивеев был и играл, как в прошлом сезоне. А что, вам-то не понравился, как этот парень был, он сыграл Лукин? Нормальный. Ну, не то, что его, когда передача. Передача вообще была просто феноменальная, когда он... Ты веришь, что он так хотел? Ну, как будто бы мне показалось, что хотел. Там у него еще стопа так развернулась. Ну, да, он прямо на Файзулаева выдал. Я просто не знаю, каким образом Файзулаев этим ударом хотел в ворота попасть. То есть это никаким образом он... Да, он сам охренел, что Шулукин ему такую дал. Ну, да, но не знаю. Но мне показалось, что это не провал был, как он играл вчерашний матч. Не-не, и в прошлой неделе против Ростова тоже был нормальный матч. Хотя с Краснодаром, когда он там оказывался один в один против Батчи или Лосигуна, конечно, было тяжеловато ему. Окей, ну, то есть с ЦСКА мы к чему приходим? К тому, что мы ждем чего? Не знаю, я... Трансферов, потому что вернется Дивеев, просто все так же будет. Не, я думаю, точно они кого-то будут подкупать сейчас. Я думаю, что они какого-то нападающего все равно будут искать. А зачем вот подкупать? Они же точно, ну, я думаю, из гонки за чемпионство выбыли. А ты думаешь, что только надо... Ну, смотри, да, вот сейчас как будто такое время пришло, что тебе надо или чемпионство, или не вылететь. Или ничего. Или не вылететь. Обе задачи решены. Не, ну, либо Кубок. Кубок тоже нормально. А, ну, Кубок. Это хотя бы интересно. Ну, Кубок они в том году выиграли, как бы, да? Можно уже не побеждать. Это уже как будто бы не такая цель. И можно там деньги не тратить, поберечь их на следующий год. Как будто бы. Не знаю. Ну, мне кажется, что, конечно, нападением надо усиливать свое. Именно нападающего одного еще брать. Вместо Заболотова там в паре к Чалову. И Чалов вообще в этом году очень много в оттяжке играет. Не играет чисто 9. Ну, много очень. Он играл все-таки весной. Сейчас он и центрально нападающего играет. Окей. Андрей Сергеевич, мы в этой студии несколько дней назад с Игорем Осенькиным много говорили про крылья. Поэтому сейчас подробно прям останавливаться на них мы не будем. И, в принципе, свое мнение мы уже о многом высказали. Ну, вот вы что думаете про шестое место? Очевидно, отличный результат. Для них удивительно, что они так высоко держатся с теми потерями, которые они имеют. Но что их игра построена на быстрых атаках, на мастерстве Горре. Хотя, знаешь, я вот не так, не особо восхищаюсь им, как вот сейчас общепринято. Но Салтуков удивительно для меня, что для меня он крайне нападающий. И, ну, быстрый, который бежит. Здесь он, особенно вот во второй части осени, играет под нападающими. Ну, что все здорово встроены. Каждый, ну, знает свой маневр. Удивительно, что, в принципе, в обороне. Ну, Салтатенков-Евгенев для меня это пара неочевидная. Или наоборот. Для такого высокого места. Я думаю, что крылья так или иначе все равно будут вот в этой половине точно восьмые, если даже не ниже. Ну, как бы, то, что волшебство Осенькина, оно позволяет крыльям, на мой взгляд, быть так высоко. Но игра понятная. Ну, плюс еще то, что... Использует лучшие качества футболистов, ну, и здорово реализует свои моменты. А почему Гарея не вызывает такого восхищения, как у большинства сейчас? Ну, не знаю. У меня вот нет такого восхищения. Да, он хороший игрок, но... Прямо сейчас или вообще? Ну, вообще. Я же видел еще прошлой зимой, его только купили. То есть у тебя никогда, допустим, не было такой мысли, что он может в Денеке оказаться? Я бы даже, если бы, наверное, меня спрашивали, я бы был против, наверное. То есть в нем нету какого-то такого, не знаю, уникального качества? Ну... Или просто все есть, но на среднем уровне? Ну, не на среднем, может, там где-то что-то и повыше. Но вот у меня таких вот ярких кипитетов его игра не вызывает. Вот если ты сравниваешь, например, Монтуана, кто из них сильнее? Позиция плюс-минус похожая. Ну, для меня одного уровня, плюс-минус. Ну, окей. А для тебя Монтуан одного уровня с Дукеерос? Ну, нет, ну, подожди. Я говорю, что для меня Гарея повыше уровня, чем Монтуан. Ну, может быть, даже полезность все равно. Я бы Монтуана здесь не брал. Монтуан, он такой, знаешь, крепкий игрок, которого точно выпустишь, и он не испортит. Ну, и плюс то, с каким он желанием хотел остаться и играет за «Зенит», ну, это честное уважение вызывает. А это в чем проявлялось? Он единственный в конце сезона, который бегал и хотел играть, когда уже «Зенит» стал чемпионом. И в каждой игре, когда он выходит, он действительно старается что-то привнести, а не так отбывает номер и думает, когда это... Скорее, в Рафиле. Примяшки, это... Такие тоже есть? Что? На всех командах все есть и такие. Ну, кто примяшки просто идут. Ладно. У нас осталось две группы команд обсудить. Одна – это группа в середине таблицы. Тут, наверное, больше всего нас интересует три команды. Это тебя интересует по всему. Нас из подвала никто не интересует. Это не подвал. Это середина таблицы. Это болото. Не, ну Рубин, кстати, уникально. Они, знаешь, вот тихо сапой. Про них, в принципе, никто не вспоминает. Мало говорят. А они по 1-0 вот эти победки крадут на выезде. И уже на седьмом месте. Тимур, с какими эмоциями ты смотришь на таблицу РПЛ после завершения трансферного окна? У них было очень много трансферов как раз в последние 10. Сейчас я выскажу по поводу Рубина. Мне, я, во-первых, я сказал уже, 10 раз же я не буду повторять. Ты извинись. Да. Рашид делает крутую работу. Но команда, которая за 11 матчей 8 забила и 6 пропустила, понятно, что это тренерская команда, которая играет как то, что когда-то было у Курбана. Вот, я только по стопам Курбан-Бертища ничего не выдумывал. То есть, там, по всей видимости, нашел, нашел, нашел. Там где-то за плинтусом выкопал эту книжку, которая, они играют очень компактно. Ее закапывал Леонид Викторович? Да не знаю, что там Леонид Викторович сделал, да, закапывал. Просто не смог разобрать почерк Курбана. А Рашид смог разобрать почерк Курбана. Но команда, ну, очевидно, команда неяркая. Футбол Рубина смотреть очень сложно. Ну, тяжело. Ну, это неинтересно. Они не дают играть сопернику, связывать по рукам-ногам. Даже, я не знаю, я со слезами на глазах досмотрел матч Рубин-Динамо. Ну, просто было тяжело смотреть. По-моему, был отличный матч. Ну, не знаю, ну, просто... Ну, вообще не по делу. Рубин проиграл, моменты были. А в конце моменты как раз были у Динамо, когда Рубин пришел забивать. Да, да, да. Они отрывы пропускали. Ну, как бы все равно, команда неяркая. Но очки набирает стабильно. Очки набирает стабильно. Очень ко двору пришелся Даку. Вот реально, прямо для такой команды, прямо идеально подобрый нападающий, крупный бойчок. Да, Кульчомич, Кульчомич. Ну, Вада как? Я вот его футбол, я не знаю, на какой позиции он играет, скажи. На замену хорошо. Да нет, вообще непонятно. Правый инсайд. Да, нет. Правый инсайд. Ну, в Рубине он правый инсайд. Сань, это понятно, что место его определить можно. Ну, ты вот говоришь Вада, но Вада непонятно, на какой позиции играет. Но он принес им три очка, девять очков. Он три матча по 1-0 выиграл. Такие игроки тоже нужны, понимаешь? Что, допустим, для основного состава нет, но выйти на замену, усилить или, я не знаю, привнести что-то, решить эпизод. Рашида задача была в первый год команду не вылететь, создать команду боеспособную, крепкую. В принципе, к 18-му туру что мы видим? Что они там набрали овер... А работа хороша. Ну, отличная работа. Слушай, ну, седьмое место. Плюс, я тебе говорю, я не знаю, сколько они там... Покажи себе таблицу еще раз. Они, по-моему, там пропустили чуть ли не на уровне Краснодара, да? Нет. Там что-то меньше всех. Нет, нет, нет. Ну, в топ-3 они не входят, но близко. Да, ну, да, да. Ну, слушай... Нет, тут как раз... Они в топ-3, нет? Из верхних, да, получается, там три. Нет, еще на девятом месте есть команда, которая на втором месте была пропущена. Там просто... Да, да, 16 пропущенных упари. Это вообще без ворота выходит на поле. Хорошо. И без своих, и без чужих. То есть, Рашид говорит, Рашид Маматкулович, для меня... Да, Рашид Маматкулович. 19 уфа. Для тебя Рашид, бывший тренер Рубина, которого уволили после пятого тура, для меня Рашид Маматкулович... Не отпускает. Он говорит, так все, ты сам подставился, понимаешь? Ну и хорошо. Ты так щелку подставил, и кусай, и кусай. Ладно, кусай, кусай, и ничего страшного. Пацаны не извиняют. Да. Ну, а ты извинился. Я извинился в чужпах. Ты уже мужик. Ты уже мужик, да. Да. Хорошо. Я говорю, что... Рашид Маматкулович говорит о том, что будет еще усиление. Да, ну, потому что... На какие позиции? Ну, смотри, мне как кажется, что для себя... Он же тоже это все видит, что матчи дается им тяжело. По 1-0. Они аккуратненько по 1-0. Поэтому я думаю, что в следующий раунд он хочет более ярких игроков, скорее всего, подкупить. Я думаю, что нет. Ранжелович, очевидно, что... Не попали. Не попали, да, потому что они от него другого, скорее всего, ждали. Так он играет на какой позиции? Он играет центральный полузащитник. Да, да. А его покупали, наверное, в другую роль. Я не знаю, что они от него хотели. Я думаю, что будет куплен центральный полузащитник, Ранжелович перейдет на место Вады, Вады сядет на скамейку. Ну, или они будут бороться. Может быть, будет так. Может быть, они еще подкупят центральный защитник. Левый защитник и центральный. Я так думаю. Я тоже не знаю. Я тоже не знаю. Я сам понимаю, что сейчас Андрей Сергеевич знает. А тебе Безруков не нравится? Кто? Безруков. Собственно, вообще, Рыбуса же вообще покупали на этом. Я вообще даже забыл, что у них Рыбус есть. Спартак тоже. И Рыбус забыл, что у Рыбуса есть. Я думаю, что он не забыл. Он не забыл. Я думаю, каждые два раза в месяц он не забыл. Он вспоминает, что он игрок Рубина, когда приходит. Ты говорил про команду «Безворот». На прошлой неделе совершенно неожиданно, да, с Дмитрием Шнякиным нашей, как это было высказано в эфирах Матч ТВ, перепалка по поводу статистики по РНН. Но в атаке все очень плохо, конечно. Но это же полностью совпадает с нашими визуальными впечатлениями. Они просто очень редко атакуют. Давайте так. Какой из последних четырех лет они атаковали очень хорошо? Я тебе про это говорил много раз. При любом тренере. Они еще нападающие, кто у них мог забиться, Сулейманова отдали. Ну да, и Сулейманова отдали. Сулейманова. Сулейманова откуда-то. А Сулейманова выстрелил. Потом пару матчей просидел на лавке. Сколько Сулейманова? Шесть забил в итоге, да, пока? Меньше. Меньше? Ну, я не знаю. Если с Кубком, может быть, шесть. Ну, они еще там сколько-то там туров пять назад, они были в пятерке? Ну, один тур. Вот это как раз была аномалия. За счет, на самом деле, хорошо организованной обороны, они держатся. В целом набирают очки. Я только могу пожелать здоровья Кириллу Гацаку, что, знаешь, если Кирилл будет жив-здоров, то они как бы там без зоны переигровки для хода ползут до конца чемпионата. Ну, просто я вот не согласен с тем, что кто-то считает там какой-то аномалией их место, потому что они мало создают и они мало забивают. Но они очень мало допускают и они мало пропускают. То есть тут какой-то аномалии я прямо не вижу. То есть там, по-моему, 8 или 7 команд, которые перебивают ожидаемые реальные голы, там у них большая разница. То есть у них там нету, вот как у Крыльев, допустим, да? Крылья лидеры по этому показателю, что Крылья создают не так много, может даже как нам кажется, но у них в этом году летит, у Нижнего такого нет. Поэтому мне кажется, что плюс-минус здесь их результаты и количество забитых и пропущенных голов заслужено. И еще одна команда этой группы, это команда «Факел» Сергей Абуязидович, или, как сказал Мурат Искаков, Сергей Альбертович Ташуев. Альбертович? Да, но у него почему-то он раньше предпочитал, чтобы его называли Альбертович. Ну, потому что, да, это было выговаривание. Вот как Кубаник было. Да, да. Альбертович? Ну, я не помню как, но проще, чтобы никто не путался. Слушай, а вот эти два тренера, конечно, они Ташуев и Рахимов, по ходу, ну, как бы сделали, ну, того, чего не ждали. Ну, кто мог подумать, кто мог подумать, когда приходил туда Ташуев, что «Факел» такое количество очков наберет? Ну, кто? Топ-8 вот при Ташуеве. Ну, это же было, ну, понятно, что это было незапланированно такое. Ну, то есть, даже в хороших мечтах никто не думал, что они наберут столько очков. Но он и игру поменял, и, как бы, они стали совсем по-другому играть. И потом домашние матчи, которые они вытаскивают у сильных команд, ну, заслуживают уважения. Просто так, даже в последнем туре играть с «Динамо». Просто вообще, абсолютно первый провальный тайм. Во втором тайме они чуть игру вообще не выиграли. Ну, с ЦСКА было похоже. ССКА так было, а ССКА вообще, да, и ССКА не вытаскивают. Спартак обыграли на странных обстоятельствах погодных. Да, поэтому... Ну, там-то как раз они по делу. Да, 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 да. Ну, то есть, ну, все равно, блин, такая игра, которая, хотел сказать, выбивает из общего ряда, Использует преимущество своего поля. Да. Тоже надо уметь. Хотел сказать, что такая игра из общего ряда выбивается, но потом я вспоминаю, сколько матчей у нас так выбивается. После этого уже прошло. Из общего ряда. И понимаешь, что у нас, возможно, общий ряд вот такой вот, а такие матчи вот столько. Мы закончили с командами? Нет. Можно мне вопрос? Нет, потому что... Андрей Сергеевич, у меня вопрос жесткий, жесткий. Сейчас мы дойдем, мы сейчас до этого дойдем. Чтобы вы не забыли. Но главный, вот, нет ли ощущения, что Урал это главный провал первой части сезона, если мы не берем Сочи, потому что, ну, про Сочи мы в какой-то момент вообще как будто забыли. Да, да, я не знаю, Сань, конечно, конечно, от Урала это горько такое говорить, но прошлый год, вспомни, весну прошлого года, серия поражений и одно поражение у них было от зоны вылета. Там это объяснялось кубком. Ну, а здесь это объясняется тоже кубком. Нет, покажи, у нас есть цитата Гончаренко, то есть он, это после матча с Локомотивом, после очередного поражения, он сказал, что просто мы слишком хорошо стартовали. Три тура, Сань. Ребята все проверили. Нет, пять туров. А не три тура, по-моему, кто-то было. Нет, покажи календарь, вот, вот, первые пять туров, то есть, ну, были хорошие результаты, до приезда в Санкт-Петербург. Дальше мы смотрим таблицу после пятого тура, ну, все было супер. Ну, да. То есть они приезжали в Петербург как команда, которая находится выше, чем «Зенит». А вот с шестого тура, собственно, что мы… Слушай, ну, я не знаю, я, ну, как бы, мне и Андрею такой вопрос тяжело задавать, он не был в такой команде, которая бы сборовалась за выживание. Нет, я в Кубани была. А, в Кубани, это… В Кубани, ты уже забыл же это, ты мне сказал, что ты забыл. Нет, ну, посередине сезона уже был. Да, я еще, но я посередине сезона уже был. Ну, да, но просто я не знаю, ну, может ли команда «Урал» после пятого тура поверить, что они в бунке за чемпионство? Ну, я думаю, что нет. Ну, если там адекватные… Ну, это надо, сколько надо быть неадекватным, что после пяти туров нас сгубило то, что после пятого тура мы были на первом месте. Ну, это же сумасшествие. То есть это от маска или что? Ну, звучит это как-то, блядь, неподготовлено, если честно. После пятого тура мы были на первом месте, и поэтому мы уже боролись, мы уже хотели быть чемпионами. Ну, это смешно. Уже готовились это. А что они приехали в «Зенит»? Они что, хотели приехать в «Зенит» и «Зенит» обыграть? Ну, то есть это как можно запланировать? Какая-то команда едет в Питер, и они там запланированно готовы обыграть «Зенит», но это же смешно. Ну, так говорить даже смешно. Там «Урал» не того статуса команды, которая может с позиции силы подходить к игре «Зенит». Ну, проиграли они, это было нормально. Ну, нет, это было не нормально. Ну, в смысле того, что, ну, это нормально относительно ожиданий. Проиграли они очень плохо. Да, плохо играли, проиграли. Ну, и реакция дальше такая. Дальше у них был провал-провал-провал, потом они дергают, по-моему, «Спартак», да, там? Нет, «Спартак». А, «Спартак» не храничи были. Они просто от Краснодара обыграли, им повезло. Вот так бы они вообще сейчас. Ну, да, они Краснодара обыграли вообще, как будто бы это, вот мы обсуждали там несколько дней назад, они, получилась, их лучшая игра против худшей игры Краснодара. Да, наложилось. Наложилось одно на другое. Ну, тут логичный вопрос. Будет ли смена тренера, разве мы? Нет. Урала? Мне кажется, нет. Ну, как будто бы даже нет. Я думаю, это было даже посылок. Да, предпосылок нет никаких. Не знаю, а найдут ли они тренера сильнее Гончаренко? Нет, предпосылки как будто бы есть, но нет. Здесь, Саня, знаешь, что? Я даже вот так, давай, давай. Я ни разу не сказал, что, ну, я считаю Гончаренко очень сильным тренером. Да, да, ну, давай так. Когда касается... Извини, пожалуйста, вот помнишь, Сева на эфире с Осинкиным говорил, которого мы считаем тоже очень сильным тренером, и считали даже, когда крылья боролись за... За выживание. Ну, за непопадание в стыке, да. Да. Сева его спрашивала о том, что вот у вас не было мысли, что когда вроде вы все делаете так, как надо, но не прет, не было ли у вас мысли самому идти? Вот, может ли такая мысль? При этом мы еще знаем, что у Гончаренко достаточно тяжело выходит из сложных ситуаций. Давайте здесь, как бы, не делать прогнозов никаких, потому что, ну, психологическое состояние Виктора Михайловича иногда бывает нестабильное. Ну, даже вот на посылок на те с флеша убежал, по сути, из пресс-конференции. Он ответил на первый вопрос и такой, ну, все, до свидания, и пошел. Поэтому, если... Короче, может сам уйти. Да, здесь не вопрос, как бы, что там руководство Урала думает. Наверняка они уверены, что ничего такого страшного не случилось. Мне кажется, такой ситуации сейчас нет. Сложный? Ну, что он думает, уйти или не уйти. Там есть еще грядка команд, у которых еще хуже. Балтика в этот список ходит? Да. По игре они... Для себя они нормально играют, но этого недостаточно, чтобы быть высоко. А что нужно сделать, чтобы было достаточно? Качество. Скажи, а может такое получиться, что сейчас пришел новый генеральный директор, новый спортивный директор, и учитывая, что результаты последние там не очень хорошие, что они могут Игнашевича? Ну, насколько я знаю, нет. Спрашивают Игнашевича кого брать, советуют с ним, да. Ты же наверняка по работе в Санкт-Петербурге, ну, извините, знакома с Маргаряновым. Да, мы даже сейчас с ним встречались. Да? Ты хочешь куда-то кого-то... По Сатурмину? Нет, просто. Ну, по Сатурмину? Не, ну, Севы, по мнению Севы, люди не могут просто так встречаться. Не могут. Не, ну, понятно, что мы по футбольным вопросам встречались, там был большой аспект игроков, каких мы можем дать, не можем, где это за что я отвечаю, где я за что не отвечаю, это он должен у других людей спрашивать. Но я знаю, что они хотят усилиться для того, чтобы, ну, естественно, сохранить. У них есть желание парочку игроков «Зенита» в аренду взять? Правильно? Зря ты вот это... Эта пауза тебя не спасает, он сейчас тебе вцепится все равно. Ответь ему хотя бы одну фамилию, чтобы он... Нет, ну мы знаем, что он хочет играть, «Балтика» может дать время и никак не помешать «Зениту» в их борьбе за чемпионство. Ну, я не знаю, я это не решаю. А кого они хотят, спросить у Армена. Ну, вы бы отпустили. Поиграть. Да может, было бы продать лишь бы, ну, главное, чтобы денег дали. То, как... Да ладно, «Зенита» это не так важно. Что значит «неважно»? Всегда важно. Скажи, а Сутармин, он вообще сколько матчей с Анисой сыграл? Один полный наберется за... Ну, была статистика перед матчем с Нижним, что бразильцы в этом сезоне в «Зените» сыграли больше, чем россияне. Ну... Ну, в прошлом сезоне уже было плохо. Пять бразильцев больше, чем 20 россиян по времени. Ну, да. Ну, то есть там вот Круг, Сутар... Ерохин, да? Видишь, я как... А Круг, так сказать, нормально на экране. Сейчас начал выходить, да. Я вот как у тебя Рашид, и... Да, у меня Сутар Круг... Ну, ты помоложе, потому что просто... Да, и чуть-чуть еще лично их знаю, да. Но, не, я желаю просто всем, кто хочет играть, чтобы у них была такая возможность. Там, в частности, «Зенит» бы этому не препятствовал, потому что... Ну, Сутар Мин, который вот сейчас просто так возник в нашем обсуждении, он действительно полгода потерял, хотя действительно во многих командах мог приносить... Ну, да, его и ЦСКА, по-моему, да, началось? Ну, это был главный вариант. Ну, это известный ЦСКА и Ростов, это как бы известная история. Это был главный вариант, при этом, насколько я понимаю, что... Я думаю, он не пропадет. Это не первый раз. Ну, вот тоже он... Не, не то, что мы переживаем за Сутар Мином. Я думаю, честно, он бы и в «Зените», но так как Караваева не было, Марио Фернандо Старомировано, он и в «Зените» мог, в принципе... Ну, играл Иракович. Ну, и Монтуан. И Монтуан. Ну, «Зениту» тоже, кстати, русские нужны, у них иногда и с заявкой проблемы возникают. Ну, Алип несколько матчей выходил как будто в том числе, потому что он не подпадает под лимит на поле. Ну, с русскими, на самом деле, может возникнуть проблема, потому что там, ну, уже старенькие русские, а всех хороших уже раскоплены и переподписаны. А все хорошие уже в «Локомотиве». И, на самом деле, да. Ну, с этим... Скажи, а вот, например, вот, если бы, допустим, отпала ситуация по Пеняеву, да, но ты бы когда-нибудь рассматривал Салтыкова в «Зените», например? Нет. Салтыкова нет, да? Почему? Ну, потому что тоже Пеняев лучше за Пеняева побороться, чем и бороться за Салтыкова. А чем Пеняев, ну, вот даже вот сейчас вот лучше, чем Салтыкова? Ну, всем. А то, что, допустим, а то, что Салтыков показал, что он может более разносторонний, там, может играть слева, в центре, или в этом нет необходимости? Лучше, пускай у него будет одно качество, но лучше разносторонний. Ну, для меня Пеняев просто с другого уровня игрок, если сравнить ее с Салтыковым. А вот если бы мы заговорили про вот эту историю, что по поводу лимита? А что лимит? Ну, вот его надо, может быть, вообще отменять. Так он, мне кажется, как сейчас играет, по-моему, он и так отменен, нет? Нет, ну, фактически он есть. Ну, я думаю, что он комфортный, и, видишь, эта тема, она вообще не всплывает наружу. Ну, как-то он не всплывает. Больше осень-весна всплывает. Ну, это она после этих игр, но это ничего не поменяется. Много высказываний, в том числе ваших. Моих? Да, ну, по этой теме, то есть, и если просто там ретроспективно, то нельзя обвинить в какое-то отсутствие там единой позиции. То есть вы полномерно всегда говорили, что вы сна осень. Ну, во-первых, я сейчас это не заявлял, то есть, в футбольной биге меня спросил, вы за весной осень, а к чему он меня спрашивает, а я всегда был за весной осень. Да, да, да. Еще перед тем, как это приняли. А почему тогда вот это была такая позиция? Ну, объясни. Ну, все было нормально, что начинали, играли летом, в декабре не играли. Все играли только те, кто в Еврокубках. Ну, и что? Главная причина была то, что, главные аргументы, привести окна. Ну, во-первых, какая разница? Да, это окна не были одинаковыми, и ничего это не спасало. Потом второй аргумент, что по типу команда, которая выигрывает осенью, еще полгода ждет. Еще даже больше. Ну, почти через 10 месяцев. Ну, для меня это бред. Ну, во-первых, ничего страшного, за эти 10 месяцев еще как можно потерять, но так можно и приобрести. А потом, когда был пример Арсенала, что они вышли в Кубок Уэфа или куда-то, в Кубок конференции одним составом, а через месяц у них уже было вообще другое, они спокойно скрутились не в чьи. И был Анжи еще. Поэтому, ну, это ничего. Результаты какие были? Ты скази не выиграл про весне-осень? Хорошо, окей. Это аргумент, но если мы же должны брать, наверное, средний уровень, а не ориентироваться на топов, а результаты при системе весна-осень и при системе осень-весна в Еврокубках, вообще, да, в Еврокубке, мы обсуждаем Еврокубки в этой студии, ничего себе, да, ну, за полтора года. У нас хорошая память. У нас хорошая память у некоторых людей. Выходы в Лиге Чемпионов 5 здесь 2, и я думаю, это не очень, ну, правдоподобно, с тем, с учетом того, что в Еврокубке, мне кажется, сейчас просто больше команд стало отбираться. Нет, нет, стоп. Подожди, стоп, 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 стоп. Нет, нет, давай, подожди, давай вообще забудь про Еврокубку. Нет, нет, подожди, давай останемся на этом. Отбираться стало, нет? Ну, было 32 команды в Лиге Чемпионов, и осталось 32-36 будет со следующего сезона. То есть не кажется лишь, что как раз, ну, вот, аргумент, допустим, про Еврокубки, допустим, Сергей Юран тоже говорит о том, что, ну, у нас же ЦСКА и Зенит выигрывали, что он не совсем уместен, если мы смотрим на вот это, и давай посмотрим. Там два кубка, а здесь ничего, сколько бы ты в весну-осень там не выходил. Хорошо, но ведь там Зенит, допустим, ну, блин, не, подожди, подожди, Марсель-Зенит, подожди, нет, давай не будем перескакивать. Марсель-Зенит, допустим, Андрей Аршавин не проходит там, не помню, кто там был, Зубр, по-моему, не забивает гол. Зубр? Зенит вылетает от них. Ну, Андрей Аршавин прошел. Ну, вот именно. Ну, так про любому. А если бы Гомероне забил Зениту? А Жир там в центре поля прошло, ну... Не, подожди, давай, подожди, он далеко зашел. Тогда давай цифры остальные уберем. Да, подожди, секунду, подожди. Просто, просто логично, хорошо. Нужно играть летом, как можно больше. А как ты будешь играть летом больше? Чтобы люди ходили на стадион. Как ты будешь играть летом больше? Например, хорошо, сейчас начинайте не 15-го июля, а 1-го. Почему 1-го июля сейчас нет? Да не стоит, сейчас объясню. Сейчас давай. Хорошо. Когда ты хочешь сезон начать? В начале марта, все как сейчас. Какого числа? Не знаю, 1-го марта. И закончить? Желательно 25-го мая. Нет, закончить сезон вообще какого? 15-го, 20-го ноября. 20-го ноября. То есть ты все равно будешь заканчивать на плохих стадионах финиш сезона. У тебя последние... Ну, я не знаю, хорошо, сейчас, вот, 15-е ноября возьми матчи. Сколько там было, много матчей плохих? Ну, а что... Или за последние 10 сезонов возьми, сколько игр было плохих. Тебе надо 30 недель, тебе надо 30 недель. Все равно, покажи календарь просто. Да? Тебе надо чемпионат провести 30 недель. У тебя 30 недель, как ты можешь, у тебя есть матчи, календарь УЕФА сборных. Ты в июне месяце, у тебя есть календарь УЕФА, в июне. Ты в июне должен играть в сборной. Смотри, я об этом думал. Просто смотри, мы заканчиваем очень рано, я не понимаю, почему в России заканчивают 12-го мая, Кубок Англии проводится 25-го. Значит, в теории можно играть и в России до этого числа. Ну, теоретически, допустим, наверное, да. Почему опять мы подстраиваемся под любого тренера, а не уважаем свой календарь? А какого тренера мы подстраиваемся? Ну, я не знаю. Под тренера сбора. Под любого, который все время просит, всем надо 20-го, а в России собираются 50-го. Нет, Андрей Сергеевич, давай на секунду, спокойно. Это был реальный пример. Это был Черчесов перед Евро. Ну, это было, это один раз было. Подождите, смотри, у нас есть год чемпионата мира, год чемпионата Европы. Мы возвращаемся в календарь УЕФА, мы не имеем права проводить матчи в июне месяце. Почему? А как чемпионат Казахстана проводится во время чемпионата мира? Я не знаю, как человек. Чемпионат России всегда останавливал. Чемпионат России всегда останавливал. Хорошо, и я бы и сейчас его останавливался. Просто сократил сроки до минимального, начинал бы сразу тур. А если твоя команда участвует в чемпионате мира? Сразу, смотри, тур с 1 июля уже бы точно возобновлял бы. Ну как, 4 июля финал. А? 4 июля финал какого-то турнира. Хорошо, если больше двух. Даже позже. Даже может быть позже. 15 или там 12. Если больше двух человек, тогда имеют право перенести. Ты имеешь право все равно по закону ЕФА проводить. Так, чемпионат Казахстана проводится. И Еврокубки уже начинаются, я тебе больше скажу. Ну, там Лехтенштейн и Саламарина. Вот и ну, но Еврокубки какая раньше начинается. Ну хорошо, давай представим, допустим, давай нашу страну представим. У нас уедет больше, чем 2 игрока. У Рубина уезжает Даку на Евро. А у Краснодара уезжает Кордуба. Хорошо, чемпионат Англии. В Африку уезжают на чемпионат. Не, ну там же... Но это другой турнир. Они проводят его зимой. Вот это лето уедет, ну да, европейцев много, но Кубок Америки. И там уедет еще куча латиноамериканцев. Ну да. Я говорю, если больше двух, то перенесешь. А какой там перенесет? Ты перенесешь максимум 2 тура. Максимум 2 тура, я уверен. Так а нету ли... Сев, давай к календару вернем. То есть вот у нас... Останемся на этом сначала. У нас всегда была пауза и летом. Ну то есть и в 2000-е всегда на Евро, на чемпионат мира, даже если сборная России там не отбиралась, как на чемпионат мира с 2006 года, всегда была пауза. Да, действительно, пауза сейчас стала больше. И туров летних стало меньше. Ну там в среднем на 3. Но если мы говорим о трех турах, почему мы говорим про возвращение к той системе, если теоретически мы можем просто убрать вот эти 2 декабрьских тура, которые сейчас использователи... А куда ты их поставишь? И тогда начинайте с 1 июля. Почему вы не начинаете с 1 июля? Давайте, смотрите, просто я подготовился. Почему все клубы даже сейчас, 23-го, 22-го хотели июля? Вот послушай, я подготовился, я тебе так скажу, что за 23 года, за 23 года, с 2000-го года, по сегодняшний день, в аномальном холоде провели 7 матчей. Ну и... 7 матчей. Что такое аномальный холод? Ну это в районе 15 градусов. Ну это неправда. Да я покажу это. Не, ну даже это не правда. Это правда. Нет, когда весна осень, мне кажется, там больше было бы аномального лет. Данные от Антона Федисова? Блядь, Сев, ты за... Этот... Слушай... Попал, по-моему, попал в точку. Нет, нет, в том-то и дело, что нет. Но вопрос в другом, что мы когда сталкиваемся с каким-то отдельно взятым матчем, как, например, произошел матч Спартака там с Балтикой, или какой матч там, какой мы еще матч там, ЦСКА... Спартак, Балтика, ЦСКА, Ростов, Зенит, Локомотив, сейчас Спартак, Крылья, Советов. Нормальный матч был, Зенит, Локомотив, нормальный. Ну, Локомотив, Урал. Я даже безотносительно этих матчей, я все равно за весну осенью. Это... А, во-первых, самое главное, это вы все РПЛ берете. Вы просто прибили вторую лигу. Так вторая лига уже вернулась практически. Вы просто прибили вторую лигу. Вы это кто? Вот этим решением руководителя нашего футбола. У нас Востока вообще нет. Из-за этого ты думаешь? Конечно. Потому что бюджеты у всех календарные. Они не совпадают с сезоном. Им не дают денег, они не знают, как планировать команду. Так это не поэтому им не дают денег. Я им не даю денег, потому что в тех регионах, которые команды играют во второй лиге, им просто не интересен футбол. Они нисколько не хотят давать. Так если они зимой, если они летом не играют, хорошо, так бы они летом играют. Если у тебя есть плановое хозяйство, и ты на три года выделяешь, к примеру, какому-то клубу второй лиги 100 миллионов. Ну, 100 миллионов за три года. Там по 30 миллионов в год. Какая разница, ты выделяешь им в календарный год или в футбольный год? Ну, потому что это на три года, я так понимаю, не делается, скорее всего. Так это не от этого происходит. Это происходило уже регионально. Губернатор сегодня один или не губернатор, там, я не знаю, мэр города. И это все меняется. Просто там такие истории, что вторая лига, например, они играют эти полгода. Во-первых, они не хотят за эти месяцы платить футболистам. То есть, на самом деле, это прибило вторую лигу, и вся подпитка, по большому счету, из детского футбола, ну, должны там перетекать во вторую лигу большинство. А что в твоем случае глобально меняет закончить сезон во второй лиге 15 ноября и начать его там 15 мая? То есть, все равно ты за 5 месяцев будешь людям платить? Или ты что, будешь на 10 месяцев контракты подписывать? На 8 месяцев? Что еще раз. Ну, смотри, еще раз. В твоей логике ты говоришь по поводу зарплат, да, что мы не хотим лишние месяцы платить. Что глобально меняет, если турнир начинается 15 марта и заканчивается 15 ноября во второй лиге? Ты получаешь деньги. Раньше всегда 12 месяцев. Ну, максимум минимально 11 платили. То есть, все было нормально в умах киновников, что они едут на сбор, вот мы за это платим, у них начинается турнир, в ноябре они заканчиваются, месяц им платят, потому что положено, вот, вот, считай, вот 12 месяцев. Я тебе точно говорю, что это вообще никаким образом вторую лигу не подхлестнет те регионы, которые не хотят иметь команды, они не будут иметь команды. Это ничего не даст. Ты говоришь то же самое. То есть, ты те же самые, там, декабрь, январь, февраль и по половинам месяцев ноябрь, ты тоже 5 месяцев не будешь им платить деньги ни за что. Ты будешь им платить 5 месяцев ни за что. Нет, в России, ну, по идее ты платишь и будешь, что футболистов ни за что. Ты меня сейчас путаешь, хорошо, например, вот ты скажи, июнь не играют, да, по весне. И так и так не сможешь играть. Почему вторая лига? Нет, играй, вторая лига играет. Ей кто мешает. По второй лиге никто не меняет. ПФЛ в среднем стало на 10 летних. Там играли 17, 16, 15 туров летом. При весна, осень. Сейчас 7, 6. Стало на 10 туров. Я согласен, что это больше всего ударило по второй лиге. А это ударило вообще по футболу. Структура вот отсюда, а вы здесь взяли и срезали. И то, что когда там, ты и у нас и так 3 месяца можешь в футбол играть на Востоке. А сейчас вы из этих 3 месяцев полтора им разрешаете. Какой интерес. Как смотреть людям, они холод и так далее. Если бы просто футбольные клубы зависели от того, сколько народу придет. То, поверь мне, они бы ставили матчи тогда, когда народ может прийти. Мы можем сейчас маленькому бонифакцию устроить каникулы. Значит, посадить его и посмотреть, допустим, 15 лет назад, сколько народу пришло с Дальнего Востока в большой футбол. Их будет 5 человек. И это будет неоправдано того, что нет футбола на Востоке. Их будет там... Нет, в смысле, ты знаешь, сколько людей из Барнаула играет в РПЛ? Ну, 2 человека играет в Барнаула. Но они играют же из Барнаула? Да. Ну и что помешало им играть из Барнаула здесь? Я тебе просто говорю о том, что ты говоришь, что там играли 2-5 человека, а их там 10. Ну, они же играют. Ну, они играют. А что, их было бы 110 или что? Ну, почти все, кстати, кто... Я думаю, что они росли еще про весна. Хорошо, это сейчас. А потом, люди... У них команды нет, они не смотрят футбол. Они не смотрят футбол, они не смотрят твои передачи и так далее. И так, кто не смотрит и не интересуется футболом, они не отдают детей в школы. Следовательно, меньше детей приходят в футбольные школы. Следовательно, математические. Там из миллиона 10 человек доходят. Там из 500 тысяч будет 2,5. Мне кажется, знаешь, мне кажется, что... Вот это сейчас то, что создали вот эту золотую, серебряную, там, какую-то бронзовую группу второй лиги, оно и так, и так реанимирует потихоньку вторую лигу. Мне кажется, просто... Ну, я вижу в этом просто переименование кругов. Но мне кажется, логичнее просто начинать раньше, узнать, возможно ли это по регламенту. Раньше что, значит? 1 июля? Да. Ну, это не правда, что это поменяли круги, потому что не было ни одного матча в декабре. При системе весна-осень не было ни одного матча в декабре. При системе осень-весна всегда есть минимум один. Ну, а почему матч в декабре появился? Потому что у нас, допустим, топовые команды, к примеру, в какой-то момент у нас была там одна-две команды в Еврокубках доходили. Ну, говорили по типу, это так же. Руководитель ЦСКА говорил, что по типу все плохо, нормально, доигрывали. Команда, которым не нужно было, ехали в отпуск, а мы ехали в Турцию, в Питере так же тренировались. Тем более, нам еще на самом деле везло, что последние 10 лет климат все равно изменился в том же Питере. Ну да, и не так холодно. Но даже если мы крышу уберем. Ну да, это просто в этом году аномальный снег выпал, которого там не было, да, там на этот матч. Нет, ну всегда плохо доигрывать в декабре и плохо начинать в феврале. Доигрывать плохо в феврале. А сколько раз начинали в феврале? Скажи, вот смотри, мы же надеемся, что... Подожди, а если нас вернут в Еврокубки, нас же могут вернуть когда-нибудь жизни в Еврокубки? Ты знаешь по следующему розыгры, что когда будет матч первый? Нет, в начале чемпионов. В январе. В январе, да. В январе, да. В январе, что будем делать? Вот последние матчи группы будут январские. Там будет 8 матчей, надо будет каждая команда, чтобы провела. Да, да. И последний матч будет в январе. Что будем делать? Ну, будет УФА как-то так ставить, что будут у нас больше выездных матчей, например. Ну, команда, получается, совсем будет без... И опять начнется разговор, что, получается, декабрьский тур мы без спарринга играем, январский. Нет, сейчас в данной ситуации... Ну, давайте вот сейчас там, пока у нас нигде нету, мы опять поменяем систему, и потом опять поменяем. Ладно, я знаю, что хочу сказать. Сейчас, как бы, получается, что вы хозяева положения, сейчас осень-весна. Да, а я сейчас, ну, я, в принципе, об этом сам не говорил, потому что я уже все сказал 10 лет, мое, в принципе, время, ну, мнение... Ну, вы с Хорсенко говорили на эту тему 10 лет. Да, она вряд ли изменится. И что он говорил на эти... Да, я уже, честно говоря, не помню. Но мы даже говорили еще перед, по-моему, как они это объявили, чтобы он этого не делал с родимым. Нет, да просто эта вся реформа была... Ну, смотри, но нам же обещали, что кто это заявитель. Да при чем тут манеж? Ну, в каких манежах играть? Ну, это же бред. Станет лучше, блядь. В чем стало лучше, блядь? Ни в чем. А почему стало хуже именно из-за этого? Мы же понимаем, что... И между качеством игроков получилось. Хорошо, я стал вторую лигу, Билли, вторая лига... Я согласен, что об этом никто не подумал, и потом мы проснулись. Потому что, когда мне говорят, что ни один клуб РПЛ не хочет переходить обратно, но РФС, кто отвечает за весь футбол, он должен думать не о 16 командах, а он должен отвечать за весь футбол. И на этом мы заканчиваем наше проживание. Да, мы заканчиваем, но я все равно пока... Ты меня не переубедил. Я не собираюсь тебя переубежать. Я не глядя. Просто логики нету все равно. Не, ну мне непонятно почему. Так ваша логика, и ваша логика осень-весна. Ну, а у скачани того, а что им мешает того перевести на этот клуб? Да потому что стыковка, сейчас вот этот штекер, как я называю, сделали. Почему они тогда в первой... Зачем они вторую лигу разделили? Этот штекер был бы в первой лиге. Они, я думаю, что... Потому что я уверен, что ФНЛ сказал, нашу лигу не трогать. Вот как это было. Я думаю, что сейчас у них руководство общее. У ФНЛ и у второй лиги. Я думаю, что они когда-то выровняют эти графики. Ну, я уверен, что они выровняют эти графики, скорее всего. А зачем тогда сейчас детский футбол перевели на весна-осень? Ну, не знаю. Я не могу это объяснить. Я не знаю. Ну, ты знаешь? Ну, правильно, что сделали. Нет, а зачем? Ну, чтобы летом так же больше игр играть. Чтобы не отдыхать вот этот период. Ну, правильно, как и все было. Для больших команд так не получится. Потому что я тебе говорю, что в юне месяце, ты все равно не можешь играть. Я тебе говорю. Нет, просто хорошо. Если бы я видел, что не играют Кубок Англии там 25-го какого-то числа, а мы заканчиваем 12-го нахрена. Я не знаю, почему ты говоришь про Кубок Англии. Стоп, стоп. Если бы, то что. Ну, так же продлите. Один-два тура можно еще сыграть. И начинайте 1 июля, первую игру. Ну, так это тогда не говорит о том, что нужно переходить на весна-осень. Можно просто подвинуть две недели. А как тебе подвинуться? Я вообще сейчас с вами бороться не хочу. Я все равно буду за весна-осень. Но, хорошо, в моей логике, начинайте 1 июля играть. Чем раньше, тем лучше. Все руководители, все относят чемпионат как можно дальше. Мы якобы хотим подготовиться лучше. Нам надо дать больше времени для тренера, для этого, для этого. Здесь должны быть стальные яйца у РПЛ. И говорят, ребята, вот будет такой. Все. Ну, хорошо, давай так. Сыграли матчи сборной, там, 3-го, 9-го, да? Допустим, 10-го ушли в отпуск. Когда надо выйти из отпуска? 20-го? Все, 17-го. На Украине так было. У них между чемпионатами было две недели перерыва. Ничего страшного. Ну, я... Это вот здесь как раз я не знаю по поводу отпуска. Если... Но это только в те годы... Ну, я бы был бы... У нас футболисты еще 2 месяца сейчас отдыхают. Потом еще летом им месяц дают. 3 месяца человек отдыхает в своей жизни. Как футболисты даже так не говорил. Да нет, я был рад. Как функционер стал так говорить. Да я не против, пускай отдыхают. Но я просто говорю, есть где срезать, и это будет адекватно футболистами воспринято. Но сейчас футболисты тоже не отдыхают 2 месяца. Месяц. Почему месяц? Полтора. Ну, вот они сейчас вот ушли... Ну, месяц там, две, две недели там. Десятого декабря. Ну, во-первых, там недели три. И сейчас. Ну, три недели. Здесь месяц. Здесь месяц. Почти два месяца. Ну, в году два месяца. Ну, условно, если бы у нас было больше нормальных стадионов с крышей, у нас есть несколько регионов теплых, можно было бы играть дольше даже зимой. Ну, да. Но если у нас не сводить матч Ахмата-Ростов между собой, чтобы играли... Чем объясняли, почему это произошло? Да я понял. Не надо мне второй раз это объяснять. Ну, например, у нас была игра Урал. Урал... Не, ну, а... Зачем Урал играл с Краснодаром, первый тур в августе в Краснодаре, а сейчас в Екатеринбурге? Как объяснить то, что на всю Москву, где куча больших клубов, ни одного стадиона с крышей... Сев, точно, мы с тобой это точно не объясним. Не, на самом деле это дорого. Это существенно дорого. Понятно, что это дорого. Ну, и никто об этом не думал. Все думали, просто нужно построить стадионы. Лучше сделать это, чем купить столько игроков бесполезных. Сев, мы... Одно от другого не зависит. И ты знаешь, но крышу построить, это не дешевое удовольствие. Там, может быть, много ненужных игроков придется отдать. Ну, я еще раз говорю, что в чем был смысл поменять в августе месяце играть Краснодар-Урал, а сейчас играть Урал-Краснодар в холоде? Ну, можно же было и так сделать. По-моему, играли не в августе все-таки. Но, неважно, у Краснодара до этого был мяч кубка? Ну, наверное, был. Я не знаю, наверное, я не знаю. Чему ты говоришь? Ну, потому что это логистика. Потому что сейчас календарь построить очень сложно. Я понимаю клубы, я понимаю Абаскаля, который говорил, почему у нас пауза между матчами 9 дней, когда между Уралом и Зенитом у них было август-сентябрь. Я его понимаю. Но если бы Абаскаля оказался в шкуре, допустим, по Сирениной, я думаю, он бы охренел от количества всех ограничений, которые выставляют. Ну, ты же знаешь, какие запросы выставляют футбольный клуб Динамо. И это я сейчас не... Слушай, ну, то, что логистика ужасная, понятно. Это... Она существует. Дело не только в логистике. То есть у футбольного клуба Динамо были пожелания фактически на каждый тур, где им играть. Потому что у них арена сдается под коммерческие мероприятия. Да. Супер, что они зарабатывают. Вообще вопросов нет. Ну, просто когда у тебя Динамо присылает такой список, когда у тебя Ростов не может два последних тура играть в Ростове, и реноваться в Газон, когда Сочи не может играть в Марте у себя, потому что у нее государственные мероприятия. Ты просто охренеешь. Мы старого не могли, у нас баста. Да. Но Медведев сказал, что на это ссылаться не надо. Ну, то есть ты, если окажешься в шкуре человека, который занимается календарем, ты охренеешь. Ужасно, тяжело. Да, согласен. Я даже... Ты даже если проведешь свою работу просто идеально, как тебе кажется, или даже как кажется на самом деле всем, кто погружен в контекст, тебя все равно все обосрут. Да. Это очень неполгодобно. Ну, я понимаю. Я понимаю, что еще тем более и так обосрут, потому что ты говоришь правильно про эти концерты. Сейчас ты, по-моему, уже сказал, что в Сочи какие-то там мероприятия запланированы. В марте, в начале марта не было матчей в Сочи. Поэтому понятно, что тогда клубы должны закрыть рот, например, да, и не говорить, что почему мы играем в снегу, там, допустим, или в холоде. Потому что они сами хотят играть по системе вот такой, хотят сами играть. Но почему-то, когда выпадает снег, начинается, надо было все матчи попереносить. Ну, я считаю, что... Куда их переносить, тоже непонятно. Да, понятно, куда. Но там есть даты весной. Просто это надо согласовывать, опять же, логистически с спонсорами, с фанбетом, с фенлайном и с матч-товой. Сейчас еще, знаешь, что тур попадает на выборы? Ну да, я видел. Там два матча, которые будут в Москве, да? ЦСКА, Спартак, ЦСКА, Спартак. И Зенит Дома. Ну да, да, да. Ну, просто в прошлый раз просили перенести эти матчи. Да. В прошлый раз только московские попросили, и питерские, по-моему, это. Да, про это я говорю, что ЦСКА, Спартак, Зенит Дома. Вообще весь тур? Ну, слушай, я не знаю, но с этим бороться-то точно невозможно. И система весна-осень, и это никак от этого не спасет, от каких-то там форс-мажоров, что коммерчески как-то используют стадионы. По-моему, иногда выборы проходили просто раньше, в марте, типа там на первых выходных, грубо говоря, сезон начинался в середине марта. Ну, это уже очень древнедовременно. Это реально очень древнедовременно. В общем, ну, консенсуса, я думаю, нет, но я просто верю, что больше не будет вот таких матчей. Я не знаю, ты говоришь про какие-то там аномальные холода, ну, блин, мне кажется, что 7 матчей, я не знаю, кто тебе это сказал, но мне кажется, это не совсем правда. Ну, хорошо, ты скажешь. Потому что, мне кажется, 7 матчей в минус, больше минус 7-8 было уже, допустим. Нет, больше минус 13. Больше минус 13, 7 точно. Ну, окей, ты посчитаешь, скажешь другую цифру, но их было столько. Ну, по замерам Уфы, если мы будем искать там участочек поля, где будет больше 35, поэтому переносить матч, ну, давай так тогда делать. Ну, а с другой стороны, когда ты заходишь с градусником на матч, кто минус 14 сыграл? Лока, да, играл, минус 14 была? Ну, понятно, ну, как Сева говорит, по протоколу, там говорят, ощущается, как минус 20. Но, Сева, по твоему любимому протоколу, минус 15, можно играть? Не, ну, в любом случае, даже если минус 15, просто спрашивают у команд, если обе команды готовы, они могут играть с температурой ниже. Но, перед... Как правило, играют всегда. У команды, которые ехали в Москву, они спрашивают, будут ли они готовы играть, они сказали, будут готовы. Конечно, но чтобы второй раз сюда не ехать, никто не хочет переносить, уже будут играть. Вот я говорю, кроме этого аномального матча, когда вот этот снегопад еще шел. Не, ну, два матча, на самом деле, Спартак-Балтика и ЦСКА-Ростов. ЦСКА-Ростов больше, да, там, Спартак-Балтика, это вообще... Ну, такие матчи будут в любой системе, и все равно они будут чемпионаты России по Эрмии. Я думаю, в Финляндии есть такие матчи, в Норвегии есть, в Швеции есть и так далее. Ну, бывали, перенесли же матч из-за снега с Юнионом, да, ну, снег выпал аномальный, а где-то сейчас в Словакии или где-то сейчас было матч, было минус 10, они играли. Ну, поэтому, что делать? Ну, поэтому просто вот нафиг играть в такую погоду, и, наверное, нужно просто всем быть гораздо дисциплинированнее, ответственнее и сконцентрированнее при составлении календаря клубом. Это, в первую очередь, пожелание. Ну, и Лиги про яйца, я тоже это желаю в новом году. Ты в новом году желающим стальные яйца? Да. Ну, это важно, потому что... С наступающим, да? Да. С наступающим, да? Вот такой у нас последний выпуск года вышел, друзья. Спасибо, что вы были весь этот год с нами. Ты знаешь, ты наш любимый гость. А как вы, кстати, в прошлый раз посмотрел программу с кем? По-моему, с Талалайм. Три раза. Единственный, кто. Я уже три был. Сегодня покер, кстати. Да, сегодня будешь четвертый. А если ты будешь, если ты такие вещи будешь грубо так разговаривать, то на следующий год ты будешь двенадцать раз. Потому что, да, тебя... Мы очень любим... Я, конечно, не привык разговаривать, когда моя команда находится ниже кого-то. Ну, так, ну, ничего страшного. Ничего страшного. Один раз поговори, когда на втором. Может, уже к следующему визиту будет на первом. Да. Тимур Гурская, Севастьян Серлецкий, Андрей Аршайн, Александр Дорский. Друзья, спасибо, что вы этот год провели с нами. Нам было очень приятно. Нас смотрели неплохо. Наверное, мы тоже поработали в целом неплохо. Нормально. Но мы точно... На четвером. Но... Как Зенит. Ну, как Зенит. На четвером. Но они на третьем минуте. На втором. Есть те, кто на первом? Не знаю. Не вижу. Вперед. Не знаю. Я только... Да, я не смотрю так. Я просто... Мы только на себя смотрим. Тимур Гурская не видит. Но мы будем надеяться, что в следующем... И тоже команда на К. В следующем году будет интересно. Мы будем стараться. И будем ждать Андрея Сергеевича снова. Друзья, пишите. В комментариях, что бы вы хотели видеть в наших выпусках в новом сезоне. Может быть, какие-то рубрики, что-то еще. Кого из гостей вы бы хотели видеть, кого мы в этом году не позвали. Григоряна не пишите. Давай, кого бы не хотели видеть из тех, кто пришел. Напишут. Терлецкий, Гурская, Дворс. Да. Это сразу будет с большим отрывом. Оставьте одного Варшавина и все. Друзья, встретимся в следующем году. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok